Глава шестая В Эладе встарь к тебе был обращен Младенческий печальный музы глаз, И множество девиц и юных жен Со страхом слушало ее рассказ. Коллинз. Ода страху. Монахи-бенедиктинцы, оказавшие помощь раненому Венченце и Пауло, Перевязав раны, нашли их не опасными. Зато положение раненых стражей было намного серьезней. Многие из монастырской братья явно сочувствовали пленникам, Но большинство из страха перед гневом инквизиции Старались держаться от них подальше, Обходя стороной келью, где содержались Венченца и Пауло. Однако оставаться здесь им предстояло недолго. Как только они немного окрепли, Их усадили в экипаж, И под конвоем двух офицеров они тронулись в путь. И хотя они были вместе, Пауло и его хозяин были лишены возможности разговаривать. Любые попытки беседы или расспросы о судьбе Элены Грубо пресекались. И тем не менее неугомонный Пауло То и дело высказывал вслух Своё возмущение или догадки, Например, что злейшим их врагом Является игуменье монастыря Сан-Стефана. Он более не сомневался, Что нагнавшие их в пути монахи-кармелиты Выследили их и донесли игуменье. Боюсь, сеньор, нам от неё не избавиться. Мне жаль, но это правда. Она не хуже судей Инквизиции, Волосна и коварна, И, как они, готова отправить любого в пекло к дьяволу. Попытки Винченца многозначительными взглядами Остановить словоохотливого слугу мало помогали. Помолчав какое-то время, Пауло вновь начинал размышлять вслух. Сопровождавшие его офицеры внимательно прислушивались к его рассуждениям. Пауло, хотя и заметил это, Однако не стеснялся в выражениях и говорил всё, Что думал об их собственных действиях И тех, кто поручил им эту недостойную работу. Винченца, погружённый в нерадостные думы, Услышав особо резкие высказывания Паула в адрес похитителей, Резко останавливал Паула. Тот умолкал, но ненадолго. Когда не на шутку обеспокоенный Винченца резко отчитал слугу, Тот, наконец, умолк. Они ехали всю ночь, Сделав лишь одну остановку, чтобы поменять лошадей. На каждой почтовой станции Винченца безуспешно искал взглядом экипаж, В котором могла быть и Элена, Полагая, что он должен следовать за ними. Но напрасно. Утром следующего дня он увидел вдали Купол собора святого Петра И понял, что его везут в Рим. На продолжительный отдых они остановились в провинции Кампания, Где в маленьком пограничном городке провели несколько часов. Когда они снова тронулись в путь, Винченца заметил, Что сопровождавшие их офицеры были заменены. Новые видом и одеждой отличались от прежних И вели себя менее резко. Однако их недобрые лица, Исполненные собственной значимости, Не сулили ничего хорошего. Юноша понял, Что это люди инквизиции. Они были чрезвычайно молчаливы И обменивались лишь короткими репликами. На расспросы Паула об Элене Они ничего не ответили, А критические замечания Паула об инквизиции Выслушали с недобрым молчанием. Винченца был серьезно обеспокоен Сменой сопровождения И особенно их поведением. Прежние стражи были грубые, но не жестоки. Эти же олицетворяли собой Ту особую холодную жестокость инквизиции, О которой столько ходило слухов. Он понял, что теперь Он пленник Верховного Суда Инквизиции, Местом пребывания которого был Рим. Была уже полночь, Когда они через главные ворота Въехали в Рим И оказались в самом центре Ежегодного карнавала. Площадь, которую им предстояло пересечь, Была запружена Нарядными экипажами И толпой веселящихся горожан В маскарадных костюмах и масках. Здесь можно было увидеть Музыкантов, монахов, шутов. Реженые пели, танцевали, шутили, бросались цветами. Жара заставила держать окна экипажа открытыми, И пленники могли спокойно любоваться происходящим. Карнавальное веселье толпы Столь резко противоречило тому, Что творилось в душе бедного венченца, Что он особенно почувствовал Своё одиночество и потерю Элены. Её судьба более всего тревожила его. Однако Паоло, как зачарованно, И смотрел на зрелище, Вспоминая карнавалы в родном Неаполе. И от избытка чувств к любимому городу Был склонен считать, Что в Риме и костюмы пляшущих ряженых Были хуже, да и плясали они Не так весело, как в Неаполе. Однако тяжёлый вздох рядом Заставил его вернуться к действительности. Печальный и больной вид хозяина Обеспокоил его. «Господин!» «О, мой господин!» Прошептал он сочувственно, Не находя слов. В это время они проезжали Мимо театра Сан-Карло, У подъезда которого Останавливались роскошные экипажи, И господа в маскарадных костюмах Спешили войти в широко открытые двери Оперного театра. Здесь почти невозможно было проехать, И их экипаж остановился. Стражи-венченца мрачно и недобро Смотрели на толпу, А та, в свою очередь, Недоуменно взирала на тех, Кто в праздник карнавала Скучен и угрюм, И не желает веселиться. Но через какое-то время Карнавальная толпа, Поняв, кто перед нею, В испуге потеснилась, Пропуская зловещую мрачную повозку. Покинув площадь экипаж, Еще какое-то время Ехал по темным пустынным улочкам С редко попадающимися фонарями Перед распятиями. Луна, выходя из-за туч, Освещала темные громады Великого города, Его древние руины, Свидетельства былого Мирового владычества. Венченце не могло не тронуть Мрачное величие Древних памятников, И на какое-то время Они помогли ему забыть о себе. Но лунный свет погас, Иллюзия древней столицы мира Рассеялась, И он снова остался Один на один С собственным горем. Экипаж пересек пустырь, Окруженный разрушенными домами И остатками древних руин. Казалось, все дома В этой части города Пустые и необитаемы. И ничья нога не ступает По камням этих пустынных улиц. Однако звук Одинокого колокола Внезапно нарушил тишину, Свидетельствуя о том, Что и здесь живут люди. Вскоре Винченце Различил в темноте Высокие стены и башни И понял, Куда его везут. Это была тюрьма. Паоло, похоже, Тоже догадался. Смотрите, сеньор, Со страхом прошептал он. Что это за место? Какие толстые стены! Видела бы маркиза, Куда нас везут. Он тяжело вздохнул И снова погрузился В молчание. С тех пор, Как они покинули Веселую площадь, Тревожные ожидания Не оставляли Паула. Экипаж обогнул Мрачные, Обнесенные валом стены Без единого окна Или бойницы, Лишь с круглыми башнями Наверху. Миновал то, Что похоже было На главные ворота С башнями по бокам И, наконец, Остановился Перед глубокой аркой. Один из сопровождающих Вышел и постучал В железную дверь В глубине арки. Дверь открылась, И навстречу вышел Человек с факелом В руке. Его лицо При свете Факела Показалось Винченце Столь суровым И зловещим, Что на ум Невольно Пришли Строки Из Томаса Грея О неумолимом И грозном Лике судьбы. Стража И привратник Не обменялись Ни словом. Но, Увидев Экипаж И пленников, Привратник Молча Пошире Открыл Железную дверь. Винченце И Пауло Покинув Экипаж Вошли Вслед За стражей Под арку. Привратник Замыкал Шествие. Спустившись По широким Ступеням Вниз, Они Вошли Через Вторую Железную Дверь В большое Помещение, Похожее На залу, Слабо Освещённую Висящим Под потолком Фонарём. Она Была Пуста, И в ней Царила Мёртвая Тишина. Зало Показалось Винченце Склепом, В котором Инквизиция Хоронила Свои Жертвы. При Этой мысли Мороз Пробежал По его Коже. Несколько Выходов Вели в Другие Помещения. Когда Они Свернули В один Из них, Винченце В далёкой Перспективе Коридора Увидел Человека В чёрном Со свечой В руке. Его Одеяние Свидетельствовало, Что он Член Зловещего Трибунала. Услышав За собой Шаги, Человек В чёрном Обернулся И остановился, Поджидая, Когда К нему Приблизятся Стражники. Они Обменялись Какими-то Знаками, А затем Несколькими Словами, Которые Ни Винченце, Ни Паулу Не удалось Расслышать, И Человек В чёрном Рукой, В которой Держал Свечу, Указал, Куда Им Следовать Дальше, А сам Повернулся И Продолжил Свой Путь. Винченце Провожал Его Взглядом, Пока Тот Не Вошёл В Дверь В конце Коридора. Зато Короткое Мгновение, Что Дверь Была Открытой, Винченце Успел Увидеть Освещённую Комнату И Несколько Человек В чёрном. Ему Почудилось То ли Действительно Было Так, Но Из Двери, Прежде Чем Она Захлопнулась, Донеслись Приглушённые Стоны. Коридор, По которому Они шли, Привёл И В залу, Столь же Мрачную, Как и Первая, Но Она Была Ещё Больше, Со Сводчатым Потолком, Галереей И Глубокими Нишами, Слабо Освещёнными Светильниками. Здесь Они Пробыли Какое-то Время, Отдыхая От Утомительных Переходов По Коридорам, Пока Наконец Не Появился Человек, В котором Винченце Без Труда Угадал Тюремщика. Он И Пауло Были Тут же Переданы Ему. Стражники И Тюремщик Обменялись Несколькими Словами, После Чего Один Из Стражников Пересёк Залу И, Войдя Широкой Лестнице На Галерею. Тишину Залы Изредка Прерывали Звуки Захлопнувшейся Двери Или Приглушённые Причитания И стоны. Иногда Залу Пересекали Внезапно Появлявшиеся Из арок Фигуры В чёрном, Спешащей По своим Делам. Они Бросали На пленников Любопытные Взгляды, В которых Было всё, Кроме Сострадания. Они Напоминали Венченце Демонов Из страшных Сновидений. И он Даже Боялся Вглядываться В их Зловещие Недобрые Лица, В выражении Которых Безошибочно Угадывалась Судьба Всех Несчастных, Оказавшихся Здесь Таких же Пленников, Как были Теперь они Из Паула. Мысли Об этом Заставили Венченце На время Забыть О собственной Судьбе. Возможно Ли, Думал он, Что зло Изначально Присущее Природе Человека. Неужели Человек, Считающий Себя Разумным Существом И Божьим Творением, Может быть Злым Мучителем Себе Подобных, Мастером Изощренных Пыток, Бессмысленных И необъяснимых Убийств. Зверь Не убивает Зверя Беспричинно И преднамеренно, Но это Делает Человек Гордящийся Своим Разумом И чувством Справедливости. Венченце Слышал О судах Инквизиции. Знал О ее Существовании, Ее Страшных Законах И обрядах. Теперь Судьбе Было Угодно Свести Его С ней. И Он Встретил Это Как Нечто Невозможное, Нереальное, О чем Он Впервые Узнал. Подумав Об Элени, Представив Ее Во власти Трибунала, В таких Мрачных Стенах, Полную Страха И Отчаяния, Он Вдруг Испытал Обжигающий Душу Гнев. Он Не Мог Представить Себе Нежную И Кроткую Элену В Руках Этих Злодеев. Гнев Придал Ему Силы И Решимость Сделать Даже Невозможное, Чтобы Только Спасти Элену. Он Готов Был Вступить В Рукопашную Со Стражем И Немедленно Броситься На Поиски Ее В Этих Казематах. Но Разум Не Покинувший Его В Гневе Подсказывал, Что В Нынешнем Его Состоянии И Условиях Это Ни К Чему Не Приведет, А Лишь Повредит И Ему И Элене. Надо Стойко Выдержать Первые Испытания, Не Терять Воли Выдержки И Доказать Свою И Элене Невиновность. Предстоит Борьба. И Мысль Об этом Преобразила Юношу, Придав Ему Спокойную Уверенность И Достоинство. Тюремщика И Страж С Удивлением И Даже Страхом Взирали На Перемену Происшедшую Юноше. Боли В ранах Утихли, Решение Было Принято, И Венченца Готов Был К И К И И Паула Тоже Не Ускользнула Перемена Происшедшая С Его Хозяином. Сначала Он С Печалью, А потом С С Сочувствием Наблюдал Его Внутренние Терзания, А Затем Был Поражен Внезапным Спокойствием И Уверенностью Молодого Хозяина. Сам Ж Он Далеко Не Был Уверен В Себе, То И Дело С Ужасом Вспоминая, Что Наговорил В Дороге Про Инквизицию И Ее Служителей. Все Это Теперь Зачтется Ему Со Страхом Думал Бедняга. Наконец Ушедший Офицер Вернулся И Тут же Сделал Знак Винченца Следовать За Ним. Паула, Не Желавший Расставаться С Хозяином, Был Грубо Остановлен. Для Него Это Было Страшным Ударом, И Он Громко Запротестовал. Зачем же Я Просил Арестовать И Меня Тоже. Я Не Хотел Разлучаться С Моим Господином, Хотел Разделить С Ним Его Участь. Какой Глупец Согласился Бо Добровольно Остаться У Вас? Я Сделал Это Только Чтобы Быть С Ним Рядом. С Стражник Попытался Оттащить Его От Винченца, Но Тот Властным Голосом Остановил Его И Подойдя К Паула, Сказал Ему Несколько Утешительных Слов. Паула В отчаянии Обхватив Его Колени Плакал, Умоляя Не Разлучаться С Ним, То и Дело Объясняя, Что Только Поэтому Он И Последовал За Хозяином Суда. Какое Право Вы И 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 Лить С Моим Хозяином Его Заточение Взывал Он К Стражникам Не Бойся Мы Не Откажем Тебе В Этом Удовольствии С Издевкой Заметил Один Из Них О Благодарю Вас Синьор Воскликнул Простодушный Паула И Схватив Офицера За Руку Так Затряс Ее Что Тот И И И И И Да Благословит Страж Насильно Оттаскивая Бедного Слугу От Венченца Паула Придя В бешенство От Такого Коварства Вырвался И Снова Упал К Ногам Венченца Тот Подняв Его Крепко Обнял И Попросил Успокоиться Примириться С Неизбежным И Надеяться На то Что Они Скоро Снова Будут Вместе Я Верю Что Наша Разлука Не Будет Долгой Успокаивал Его Венченца Моя Невиновность Будет Доказана Мы Никогда Больше Не Увидимся Сеньор Никогда Горько Причитал Бедный Паула И Гуми Не Знала Что Делала Когда Позволила Нам Бежать О Видел Бо Мой Хозяин Маркиз Где Мы Оказались Венченца Остановил Его И Повернувшись К Страшнику Попросил Того Быть Милосердным К его Верному Слуге Который Ни в чем Не Повинен Он Обещал Щедро Вознаградить Его При первой Возможности И Не Забыть Доброе Отношение К Паула Что Для Него Во сто Крат Важнее Чем Отношение К Нему Самому Прощаю Паула Я Готов Следовать За вами Офицер Остановите Синьор Еще Одно Мгновение Отчаянно Закричал Паула Мы Не Можем Больше Ждать Грубо Оборвал Его Офицер Уводя Винченца Слуга Провожал Хозяина Глазами Полными Отчаяния И Губы Его Шептали Прощайте Синьор Прощайте Зачем Я Здесь Остался Ведь Я Хотел Разделить С вами Все Но Винченце Уже Не Слышал Этих Слов Следуя За Офицером Он Прошел Через Галерею В одну Из Комнат Где Его Перепоручили Еще Кому-то Сам Офицер Скрылся За Дверью Во Внутренние Покои Над Нею Ржаво Красными Буквами Была Начертана Надпись На Древне Еврейском Языке Винченце Вспомнил Строки Из Дантова Ада Входящие Оставьте Упованья Здесь Подумал Он Готовят Орудия Пыток И хотя Он мало Знал О пытках Инквизиции Но был Уверен Что Лишь С их Помощью Судьи Трибунала Добиваются Нужных Им Признаний На Наибольшие Страдания Терпят Невинные Ибо Им Ничего Не Совершившим Не В чем Признаваться Палачи Трижа Приняв Невиновность За Упорство В грехе Особенно Немилосердны К ним И Нередко Вынуждают Невиновных Признаваться В преступлениях Думая Об этом Юноша Готовил Себя К тяжелым Испытаниям Он Знал Что Ему Предъявят Обвинения В похищении Монахини И Если Он Под пытками Признается В этом Последствия Для него И Элены Будут Самыми Ужасными Он Не Сомневался Какие Меры Будут Приняты Чтобы Добиться От Него Признания Знал Он И То Что Ему Никогда Не Предоставят Возможности Встретиться Ни с тем Кто Выдвинула Обвинения Ни Со Свидетелями Ему Будет Очень Трудно Но Это Не Пугало Его Он Готов Был На Все Ради Спасения Элены Пусть Он Умрет Под пытками Но Он Никогда Не Подтвердит Этого Ложного Обвинения Наконец Офицер Вернулся И Вилел Винченца Следовать За Ним И Вскоре Юноша Очутился В довольно Просторной Комнате Где За столом Стоявшим В центре Сидели Два Человека В черном У одного Из них С недобрым Пронизывающим Взглядом На На Голове Было Подобие Черного Тюрбана Винченца Догадался Что Перед Ним Судья Инквизиции Другой Был С непокрытой Головой И Закатанными По локоть Рукавами Перед Первым На столе Лежала Библия И Какие-то Странные Металлические Предметы Вокруг Длинного Стола Было Много Пустующих Кресел На Деревянных Спинках Которых Были Вырезаны Какие-то Знаки В конце Комнаты Возвышалось Огромное Распятие Верхушкой Достигавшее Сводов Потолка В другой Стороне Комнаты Темная Портьера Закрывала То ли Окно То ли Нишу Или Дверь Ведущую В подземелье Инквизитор Пригласил Винченца Подойти Поближе И Вручив Ему Библию Велел Повторять За ним Слова Клятвы Он Должен Был Поклясться Говорить Только Правду И Никогда И Никому Не Рассказывать О том Что Он Увидит Или Услышит Здесь Винченца Не Торопился Исполнить Приказание Несмотря На Грозный Взгляд Инквизитора Не Означает Лет Что Я Буду Согласен С Выдвинутым Против Меня Обвинением Размышлял Он Про Себя Коварству Этих Людей Нет Предела И Любое Мое Слово Может Быть Использовано Против Меня Я Я Обязан Буду Отвечать На Любой Их Вопрос И Хранить Втайне Все Их Чудовищные Деяния Думал Юноша Охваченный Сомнениями Инквизитор Повторил Свой Приказ И Сделал Какой-то Знак Своему Помощнику Сидевшему На Другом Конце Стола Который Видимо Был Секретарем Суда Винченце Все Еще Молчал Но Сомнения Уже Одолевали Его Стоит Ли Молчать Ведь Не все Же Его Слова Могут Быть Использованы Против Него И Элены Поскольку Отказ От Клятвы Ничем Не Мог Ему Помочь А Молчание Было Бесполезным Он Решил Подчиниться И Все же Когда Он Поднес Библию К губам И Произнес Первые Слова Клятвы Холодный Ужас Охватил Его Он Невольно Бросил Осторожный Взгляд На Штору Ранее Не вызывавшую Особого Интереса Но Теперь Пугавшую Его Он Ждал Что Штора Вот-вот Отодвинется И Из-за Нее Появится Судья Инквизиции Столь же Суровый Как Сидящий За Столом Или Обвинитель Похожий На Скидоне После Клятвы Начался Допрос Попросив Винченце Назвать Своё Имя И Положение Рассказать Кто Его Отец И Мать Где Он Проживает И Получив Ответы Инквизитор Спросил У Юноша Знает Ли Он В чём Его Обвиняют В Ордере На Мой Арест Это Сказано Осторожно Произнёс Винченце Следите За Своими Словами Предупредил Его Инквизитор И Помните О Клятве Так Какие же Основания Для Вашего Ареста Насколько Я Понял Меня Обвиняют В том Что Я Похитил Монахиню Из Монастыря Ответил Винченце На Лице Инквизитора Появилось Нечто Похожее На Удивление Следовательно Вы Признаётесь В этом Спросил Он После Недолгой Паузы Сделав Знак Секретарю Всё Записать Я Решительно Отвергаю Это Обвинение Ответил Винченце Это Лож И Злостное Измышление Помните О Клятве Опять Предупредил Инквизитор Чистосердечное Признание Позволит Вам Надеяться На Милосердие Суда Тех Кто Упорствует Во лжи Ждёт Наказание Пытками Если Вы Вздумаете Пытками Вырвать У меня Ложное Признание То Убедитесь Что Я Скорее Умру Чем Произнесу Нужную Вам Твёрдо И Спокойно Сказал Винченце Вас Интересует Неправда И Невиновных Вы Караете Жертвами Вашей Жестокости Становятся Невинные Люди Не Выдержав Пыток Многие Из них Оговаривают Себя Одумайтесь Грозно Произнес Инквизитор Вы Здесь Не Для Того Чтобы Обвинять А Для Того Чтобы Отвечать На Обвинение Вы Утверждаете Что Вы Невиновны Но Вместе С тем Вы Знаете Какое Обвинение Против Вас Выдвинуто Не Я Не Ва Я Узнал О Нем Из Вашего Приказа Об Аресте И Из Слов Ваших Людей Выполнявших приказ. — Как? — гневно воскликнул инквизитор. — Запишите, — приказал он секретарю. — Он утверждает, что читал наш приказ. Но нам известно, что вы не видели его. Он обвиняет наших людей, сообщивших ему об этом. Он, должно быть, не знает, что за разглашение приказа грозит смерть. — Это правда, я не читал приказ, — ответил Винченце, — и никогда не утверждал, что читал его. Священник, который ознакомился с ним, пересказал мне его содержание, а ваши люди подтвердили это. — Не надо отклоняться, отвечайте только по делу. Но я не хочу, чтобы мои слова искажались или использовались против меня. Я дал клятву говорить правду и не нарушу ее. Если вы думаете иначе и ставите под сомнение каждое мое слово, я более не буду отвечать. Инквизитор даже привстал в кресле. Лицо его побледнело. — Дерзкий еретик! — громовым голосом произнес он. — Вы осмелились оспаривать, оскорблять и не исполнять приказы Верховного Суда Инквизиции. Вы пожалеете об этом. В камеру пыток его. Ироничная улыбка застыла на губах юноши. Холодный взгляд подчеркивал его полное спокойствие. Его мужество и спокойное презрение произвели впечатление на судью, который понял, что перед ним незаурядный человек. — Где вас арестовали? — спросил он. — В церкви Сан-Себастьяна на озере Челану. — Вы уверены в этом? — А не в деревушке Челана по дороге в Рим? Винченце с удивлением вспомнил, что именно в этой деревушке произошла смена стражи. И сказал об этом судье. Но тот игнорировал это уточнение и продолжал допрос. — Кто был арестован вместе с вами? — Вы не можете не знать того, что вместе со мной была арестована сеньорина Ди Розальба. Ей предъявлено ложное обвинение в том, что она монахиня, тайно сбежавшая из монастыря. Был арестован также мой верный слуга Паоло Мендрико по неизвестной ни ему, ни мне причине. Инквизитор немного помолчал, словно о чем-то раздумывая, а затем стал расспрашивать об Элене, кто она и откуда родом. Винченце, обеспокоившись, что своими ответами может невольно навредить Элене, предложил судье задать эти вопросы самой сеньорине Ди Розальба. Но тот настаивал на ответах Винченце. — Она должна тоже находиться в этих стенах, — возразил наконец юноша, надеясь хотя бы косвенно узнать о судьбе Элены. — Она вполне может ответить вам сама на все ваши вопросы. Но инквизитор, велев секретарю внести в протокол допроса лишь ее имя, снова погрузился в раздумья. Наконец он спросил Винченца. — Вы знаете, где вы находитесь сейчас? Винченца невольно улыбнулся такому вопросу. — Думаю, что в тюрьме инквизиции в Риме, — спокойно ответил он. — Вы знаете, за какие преступления сюда попадают? Винченца промолчал. — Ваша совесть знает, а ваше молчание подтверждает это, предупреждая вас еще раз, что чистосердечное признание облегчит вашу участь. Винченца лишь улыбнулся. — Суд инквизиции не похож на обычные суды, где исполнение приговора производится немедленно. Наш суд милосерден, хотя и суров. Мы прибегаем к пыткам лишь в исключительных случаях, когда упорство подсудимого вынуждает нас к этому. — Вы теперь знаете, чего можете избежать и что вас ждет, если вы этого не сделаете. — Но если арестованному не в чем сознаваться, — спросил Винченца, — вы пытками можете заставить его сделать это, не так ли? — Слабый, не выдержав мук, может оговорить себя, он невольно может стать виновником собственной гибели. Вы убедитесь, что я не такой. Вы вскоре поймете, юноша, что мы не действуем поспешно и пожалеете, когда будет уже поздно, что не последовали совету и не признались в своих преступлениях сами. Молчание вам не поможет. Мы и без вас все узнаем. В нашем распоряжении факты. Ваши преступления уже записаны в аналах Святой Инквизиции. Трепещите и одумайтесь. — И знайте, что даже когда нам все известно, ваше признание нам все равно необходимо. Упрямство — свидетельство вашей вины. Винченца ничего не ответил. — Вы когда-нибудь бывали в церкви Святого Духа? После недолгого молчания вдруг спросил судья. — Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я требую назвать имя того, кто выдвинул против меня обвинения, — ответил Винченца. — Вы должны помнить, что не вы здесь задаете вопросы, — резко оборвал его инквизитор. — К тому же вам должно быть известно, что инквизиция держит в тайне имена обвинителей. — Кто бы пожелал исполнять свой христианский долг, если бы ему угрожала расправа? — Лишь в особых случаях мы раскрываем имена тех, кто нам помогает. — Тогда назовите имя свидетеля, — настаивал Винченца. — Наша правосудие тоже скрывает его от обвиняемого, — ответил инквизитор. — Что же оставляет обвиняемому ваше правосудие, — возмутился Винченца. — Значит, его обвиняют и судят без обвинителя и свидетелей. — Вы задаете слишком много вопросов, — строго сказал судья. — И слишком неохотно отвечаете на вопросы, когда их вам задают. Наш информатор не является обвинителем. Верховный суд, получивший информацию, становится и обвинителем, и судьей. Судебный обвинитель на суде излагает дело и докладывает о показаниях свидетелей. — Ну, довольна об этом. — Как? — воскликнул Винченца. — Сам суд является обвинителем, свидетелем и судьей одновременно? О, какое раздолье для личной мести, злобы и клеветы! — И все это, по-вашему, есть правосудие? Оно страшнее кинжала убийцы. Что стоит моя невиновность, если любой недруг может меня оговорить? — Следовательно, у вас есть враги, — оживился инквизитор. Винченца хорошо знал, кто его враг, но у него не было достаточных доказательств против Скидони. Обстоятельства похищения Элены внушали ему подозрение, что в этом Скидоне помог еще кто-то. Мысль о том, что его мать могла быть соучастницей его ареста и предания в руки инквизиции, показалась ему чудовищной, но и вполне правдоподобной. — Отвечайте, у вас есть враги, — повторил инквизитор. — Мое присутствие здесь говорит об этом, — ответил Винченца. — Я сам никогда никому не был врагом, поэтому мне трудно представить, кто может быть моим врагом. — Итак, выходит, что у вас нет врагов, — заключил коварный инквизитор. — Следовательно, обвинение против вас выдвинул поборник истинной правды и закона, верный слуга интересов Рима. Винченца с ужасом понял, как хитрый и искушенный в допросах инквизитор завлек его в ловушку и использовал его невинные ответы против него же. Теперь его единственной защитой было молчание. Он увидел на лице инквизитора довольную ухмылку победителя. — Следовательно, вы намерены упорно скрывать правду? — снова начал тот допрос и, не дождавшись немедленного ответа, продолжил. Поскольку, как свидетельствует из ваших собственных слов, у вас нет врагов, которые из личных побуждений могли бы оклеветать вас, вы сознательно скрываете правду. А отсюда можно заключить, что обвинения, выдвинутые против вас, не являются клеветой и вымыслом. Я еще раз прошу вас, именем нашей святой веры, чистосердечно признаться в своих поступках и этим спасти себя от ненужных страданий до суда. Лишь чистосердечное покаяние смягчит души судей этого справедливейшего трибунала. Винченце понял, что молчать он более не должен, и еще раз заявил о своей полной невиновности в том преступлении, которое ему предъявлено, и не знает за собой никакой вины, за которую он заслуживал бы суда инквизиции. Инквизитор упорствовал в своих обвинениях. Винченце мужественно опровергал их и все более убеждался, что этот поединок доставляет истинное наслаждение поборнику правосудия инквизиции. Когда секретарь все записал, винченце было предложено подписать протокол. Юноша подчинился. Инквизитор назидательно посоветовал ему подумать, а утром, если он не признается, допрос будет продолжен. После этого он кликнул тюремщика, который привел сюда винченца. Когда тот появился, инквизитор с особой строгостью сказал «Исполняйте приказ и отведите арестованного куда положено». Глава седьмая Тем временем Элена, разлученная свинченца, оказалась во власти двух незнакомых ей людей. Которые, ничего не объяснив, усадили ее на одну из трех ждавших их лошадей и незамедлительно тронулись в путь, которому предстояло длиться с короткими остановками на отдых две ночи и два дня. Девушка не имела представления, куда ее везут, и долго еще надеялась, что вот-вот услышат позади топот копыт, и ее окликнет винченца, который, как ее заверили путники, следует за ними. Поначалу их путь лежал по горной дороге, где изредка встречались поселяне, спешащие на рынок в город, крестьяне с оливковых плантаций и виноградари. Когда дорога стала спускаться на пустынные равнины Апули, Элена по-прежнему была в неведении, куда ее везут. Теперь им попадались лишь пастухи, раскинувшие свои таборы на паздвищах. Грубые на вид, как и ее спутники, они, однако, были добры и приветливы, а звуки их нехитрых музыкальных инструментов отвлекали Элену от мрачных дум. Здесь ее спутники решили сделать привал, чтобы утолить свой голод козьим молоком, ячменными лепешками и миндалем. Гостеприимство пастухов напоминало девушке то совсем недалекое время, когда они, свинченцы, тоже нашли у них приют. Как многое с тех пор изменилось! Сердце Элены сжалось от тоски и тревоги. Когда они возобновили свой путь, он уже лежал по местам диким и безлюдным. Элена более не видела вокруг признаков человеческого жилья. Лишь изведка на горизонте возникали силуэты разрушенных замков, прилепившихся на краю утеса. К концу второго дня дорога привела их к лесу в предгорьях полуострова Горгану. Здесь дорога, которую можно было бы назвать тропой, терялась в чаще могучих деревьев с кронами столь густыми, что скрывали небо. Густые заросли папоротника и можжевельника у их подножий делали эти места мрачными и непроходимыми. Выехав на возвышенность, где лес предел, Элена, окинув взором окрестности, убедилась, что кругом одни густые леса, тянувшиеся почти до самого побережья Адриатики. Сам берег был каменист и суров. Глядя на открывшуюся ее взгляду картину, девушка со страхом подумала, что здесь она совсем одна и оторвана от людей. Однако, как ни странно, она была спокойна, но это было спокойствие обреченности и безмерной усталости. Они долго ехали по лесной тропе. Ее спутники, обычно молчавшие, теперь обменивались скупыми словами и все больше о том, как изменились эти места с тех пор, как они побывали здесь в последний раз. Незаметно наступил вечер. Элена чувствовала близость моря, слыша порой шум волн, разбивающихся о скалы. Когда они выехали на возвышенность, она уже различила в сумерках серую гладь бухты. Наконец, она осмелилась спросить у своих спутников, что ждет ее далее. Неужели ее посадят на корабль или рыбачий баркас, силуэты которых она уже различала? — Теперь осталось недолго. — Скоро приедем, и вы отдохнете, — неопределенно ответил один из ее спутников. Дорога пошла вниз, и вскоре они оказались у странного одинокого строения, стоявшего столь близко к кромке воды, что казалось, его может смыть любая волна. Окна были темны, и дом казался необитаемым. Однако это не смутило спутников Элены, ибо, остановив лошадей, они стали громкими криками оповещать о своем приезде. Элена тем временем постаралась в сумерках разглядеть этот старый дом. Он был очень стар и необычной постройки, но никак не напоминал хижину крестьянина или рыбака. Его высокие стены из грубо отюсанного мрамора с башенками по углам и низким скатом крыши сильно пострадали от времени и непогоды. Он был обнесен оградой, местами разрушенной. Одна половина ворот рухнула так давно, что ее почти не было видно из-за густо разросшихся сорных трав. Другая едва держалась на проржавевших петлях. И ее немилосердно трепал ветер. Крики, наконец, возымели действия. В ответ из дома раздался хриплый голос хозяина. Дверь медленно отворилась, и Элена увидела лицо, на котором отложили печать все испытания и грехи человеческие. Элена в испуге отшатнулась. Свет фонаря в руках этого человека лишь еще больше подчеркивал голодное измождение и озлобленную одичалость его лица и взгляда. Девушка никогда еще не видела такого странного смешения, страдания и злобы. И почти как зачарованная смотрела на этого человека, на мгновение забыв о грозящей ей опасности. У нее не было сомнений в том, что он не является владельцем этого дома. И дикая мысль мелькнула в голове, что это слуга какого-нибудь из сообщников маркизы. Они прошли в дом через совершенно пустой мрачный холл. Он был достаточно просторен, и потолок его уходил под самую крышу. Из холла шли двери наверх и в другие помещения. Гости и хозяин обменивались приветствиями, похожими на бормотание. И хозяин, которого они называли спалатру, провел их в комнату, видимо, служившую ему спальней, потому что на полу лежал матрас. Другой мебели, кроме стола и двух или трех полусломанных стульев, в комнате не было. Нахмурившись, хозяин из-под лобья окинул взглядом Элену, а затем переглянулся с ее спутниками. Наконец он предложил всем сесть, а сам, объяснив, что ему надо приготовить рыбу на ужин, вышел. Итак, он все же оказался хозяином дома, поняла Элена. Ее охватили совсем недобрые предчувствия, когда ее сопровождающие вскоре сказали ей, что ее путешествие окончено. Она едва удержалась от полного отчаяния и паники. Следовательно, они сознательно привезли ее сюда, в этот заброшенный дом на диком безлюдном берегу, чтобы отдать ее на милость отъявленному бандиту и негодяю. Гордыня и злая воля маркизы восторжествовали. У бедной девушки подкосились ноги, и она без чувств упала на пол. Когда она пришла в себя и увидела склонившихся над нею своих спутников и хозяину дома, ее первой мыслью было просить их о сострадании. Но опасения, что этим она выдаст свои подозрения, остановили ее. Поэтому, сославшись на сильную усталость, она попросила отвезти ее в предназначенную ей комнату. Ее сражи переглянулись в нерешительности, а затем предложили ей сначала разделить с ними ужин, который сейчас будет готов. И Лена как можно любезнее отказалась от ужина, и им ничего не оставалось, как выполнить ее просьбу. Спалатра, взяв лампу, провел ее через холл на верхний этаж, где открыл дверь небольшой комнаты. — Где же постель? — недоуменно промолвила Лена, окинув взглядом пустую комнату. — Там, на полу, — нелюбезно сказал Спалатра, указывая на матрас на полу, над которым висели остатки истлевшего полога. — Если вам нужна лампа, я оставлю ее на несколько минут, а потом зайду за ней. — Неужели вы хотите, чтобы я провела ночь в полной темноте? — жалобно и испуганно воскликнула Лена. — Оставить вам лампу? — Да вы еще дом сожжете! — недовольно проворчал Спалатра. Как ни молила его Лена, убеждая, что с лампой ей будет не так страшно, он был непреклонен. Но вдруг как-то странно, посмотрев на нее, спросил. — Не так страшно, говорите? — Вы сами не знаете, о чем меня просите. — Что вы хотите сказать? — в отчаянии воскликнула девушка. — Скажите, умоляю вас. Спалатра от неожиданности даже отступил назад, глядя на нее с явным изумлением. — Будьте милосердны! — не выдержав, взмолилась Лена. Я беззащитна. Я нуждаюсь в помощи. — Чего вы опасаетесь, синьорина? — наконец придя в себя, спросил Спалатра, а затем быстро добавил. — Разве то, что я лишу вас лампы, так уж не милосердно? Элена, снова испугавшись, что лишним словом может выдать себя, заявила, что сочла бы милосердным поступком, если бы он не лишал ее света ночью. Она удручена, боится спать в незнакомом месте, и свет лампы помог бы ей успокоиться. — Нам здесь непонятны ваши капризы. К тому же лампа в доме одна, а у нас еще много дел. Мои гости сидят в потемках и дожидаются, когда я вернусь. — Ладно, оставлю вам лампу на пару минут, но не более. Елена вынуждена была согласиться. Когда Спалатра вышел, она услышала, как загремел задвигаемый засов. Она была здесь пленницей. Элена потратила эти драгоценные минуты на осмотр комнаты, чтобы выяснить, нет ли какой-нибудь возможности выбраться отсюда. Единственное окно было забрано решеткой. Дверь прочно закрывалась снаружи на засов. Все принятые хозяином предосторожности говорили о недобрых намерениях хозяев по отношению к гостям, попадавшим в эту комнату. Проверив прочность решеток на окне и напрасно поискав на двери какую-нибудь задвижку, позволяющую запереть дверь изнутри, Елена убедилась, что выбраться отсюда собственными силами не представляется возможности. И, поставив между собой и дверью лампу, стала ждать. Через несколько минут Спалатра вернулся и принес ей стакан кислого вина и кусок хлеба. Елена не сочла возможным отказаться, видя такое к себе внимание. Когда Спалатра ушел, он снова запер дверь. Оставшись одна, девушка, чтобы успокоиться, принялась молиться. Молитва принесла ей некоторое успокоение, однако она не решилась лечь спать, памятая о том, что ее дверь в любую минуту может быть открыта. Елена приняла решение бодрствовать всю ночь. Усевшись на матрасе, в полной темноте и одиночестве, она вскоре предалась тревожным воспоминаниям о том, что произошло в этот последний день ее путешествия. Странное поведение ее спутников, их непонятные слова о конце путешествия и то, что ее теперь заперли в этой комнате, невольно заставили ее опасаться, что же будет с ней дальше. Едва ли маркиза Деви Вальди намеревалась поселить ее здесь навсегда. Проще было бы снова отправить ее в монастырь. У Элены уже составилось какое-то представление о решительном и недобром характере маркизы, а вид этого дома и его хозяина, к тому же полное отсутствие женской прислуги, заставляли девушку подозревать худшее. Ужас охватил ее. Как часто в эти два дня, испытывая страх, она мысленно обращалась к Винченце, молила его спасти ее. Неужели их разлучили навсегда? Она отказывалась верить, что его отдадут в руки инквизиции. Все, что произошло с ней, говорило о том, что ее пленение не имеет отношения к инквизиции. Просто маркиза устроила арест Винченце для того, чтобы задержать его, пока она упрячет Элену в надежное место, где он никогда ее не найдет. Винченце потом, наверное, отправили куда-нибудь в далекое семейное поместье, где его продержат до тех пор, пока не решится судьба Элены. Потом он вернется домой, а единственной жертвой будет она. Это печальное заключение отнюдь не могло облегчить ее тревожное состояние. Гости внизу засиделись допоздна. Да и Элены временами, когда утихал шум прибоя, доносились их голоса, и каждый раз, когда скрипела дверь, она пугалась, что они придут за ней. Наконец в доме воцарилась полная тишина. Видимо, они ушли или легли спать. Однако сомнения не покидали Элену. Прислушавшись, она вдруг услышала шаги по лестнице и шепот, словно кто-то о чем-то договаривался. Слов она не разобрала, но одна фраза все же долетела до нее. Она была произнесена громче и, видимо, вслед тому, кто уходил, ибо были слышны шаги человека, спускающегося в холл. Ты найдешь его на столе, в моем кушаке. Поторопись. Вскоре тот, кто уходил, вернулся, и шепот переговаривающихся людей возобновился. Элена явственно расслышала фразу. Она спит. Послышались шаги на лестнице, и, видимо, тот, кто произнес последние слова, спустился в холл. Через несколько секунд тот, кто остался, отошел от ее двери. Элена слышала его удаляющиеся шаги. Теперь был слышен лишь шум прибоя. Девушка облегченно вздохнула, хотя более уже не сомневалась, что против нее что-то замышляется. Тот предмет, за которым один послал другого, был без сомнения кинжал. К счастью для бедняжки, она не знала, что в ее комнату ведет потайной ход, и убийца в любое время ночи может бесшумно проникнуть к ней. Тогда бы ее отчаянию не было бы предела. Тем временем Елена решила бодрствовать всю ночь и была рада, когда в доме, наконец, стихло. Какое-то время она бесшумно ходила по комнате, вздрагивая каждый раз, когда под ногами скрипели рассохшиеся половицы, иногда останавливаясь и настороженно прислушиваясь. Бледный свет луны, проникнув сквозь решетку, слабо осветил комнату. И Елена увидела многое из того, что не успела разглядеть при свете лампы. Ей даже показалось, как что-то скользнуло в тот угол, где лежал матрас. Она похолодела от ужаса. Но, очевидно, ей почудилось, подумала она, приходя в себя, и в этом виноват лунный свет. Если бы она знала о потайной двери, то вполне могла бы вообразить, что это убийца. Тревога ее усиливалась. Теперь она вся превратилась в слух, даже боялась дышать. Однако, кроме шума прибоя, ничего не было слышно. Боясь приблизиться к матрасу, она остановилась у окна, решив здесь дождаться рассвета, который прогонит ночную тьму и ее страхи. Луна стояла высоко, освещая своим холодным светом набегающие на берег волны. Елена слушала их размеренные удары о камне, и это постепенно успокоило ее. Комната светлела. Пугающие Элену тени исчезли, и, наконец, она отважилась подойти к матрасу и устало опустилась на него. Короткий сон был ей необходим. Глава восьмая И все же я боюсь тебя, ты страшен, когда вот так ворочаешь глазами. Как ты кусаешь нижнюю губу, твой облик искажен кровавой злобой. Я чувствую беду, но верю, верю, она грозит не мне. Шекспир от Элло Шум отодвигаемого засовы разбудил Элену. После короткого и тяжелого забытья она не сразу поняла, где находится. Но, увидев перед собой спалатру, вспомнила, где она и что она пленница этого ужасного человека. Бедняжка от страха и отчаяния Снова бессильно опустилась на матрас, даже не найдя сил спросить у своего тюремщика, чем объясняется его бесцеремонное вторжение. Но он сам объяснил его Я принес вам завтрак, но, кажется, вы еще спите. Думаю, вы хорошо выспались и пора вставать. Элена ничего не ответила, но, сознавая свое отчаянное положение, подняла умаляющий взгляд на спалатру, который держал в руках кружку молока и лепешку. «Куда это вам поставить? Вы, должно быть, голодны. Вчера ведь не ужинали». Элена поблагодарила и попросила поставить прямо на пол. Стола ведь в комнате не было. Когда он ставил еду возле нее, она заметила выражение его лица, злорадное и удовлетворенное, словно он был доволен собой и рассчитывал на какой-то неизбежный успех. Это настолько поразило девушку, что она, не отрываясь, следила за спалатра, пока он находился в комнате. Когда их взгляды случайно встретились, он воровски отвел глаза, словно пойманный с поличным. После этого он уже не поднимал глаз и поспешил уйти. Это настолько обеспокоило Элену, что она, не переставая думать об этом, забыла даже о принесенной еде. Когда же, наконец, она вспомнила о молоке и хлебе, поднеся к кружку губам и сделав глоток, чувство опасности остановило ее. Странное выражение на лице спалатра появилось именно в тот момент, когда он ставил перед ней еду. Ужасное предположение, что в молоко подсыпан яд, пронзило сознание. Ей стало так страшно, что она не прикоснулась даже к лепешке, моля Бога, чтобы глоток молока не оказался роковым для нее. Весь день прошел в страхе и сомнениях. Она была столь подавлена, что временами впадала в полную апатию. Ей больше не надо было гадать, зачем ее привезли сюда. И все же крохотная искорка надежды, тлевшая в истрадавшей душе, поддерживала ее. И мысли обращались к Винченце. Она верила, что он жив и вне опасности. А раз это так, то, несмотря на коварство его матери, он сделает все, чтобы спасти ее. Весь день она простояла у окна, погруженная в раздумья, невидящим взором глядя на серые волны бухты и даже не слыша шума волн. Единственное, к чему она прислушивалась, настороженная и со страхом, были звуки и шорохи в доме. Она пыталась угадать, сколько в нем людей и чем они сейчас заняты. Но в доме была тишина, лишь изредка слышались далекие шаги в коридорах или звука закрываемой двери. Однако голосов не было слышно, словно дом был пуст, и кроме хозяина и ее в нем никого не было. Ее прежние спутники, должно быть, давно уехали, хотя она не слышала, когда это произошло. Что они замыслили? Если они намеревались ее убить, то почему оставили в доме лишь одного спалатра? Втроем сделать это было бы намного проще. Но это недоумение быстро рассеялось, когда она вспомнила о яде. Они должны быть уверены, что их план удался. И оставили ее здесь, чтобы она умерла в заперти, а затем избавиться от бездыханного тела. Несуразность и странность поведения ее спутников превратилась в воображение в хорошо продуманный сговор с целью убить ее. Что может быть проще яда, подсыпанного в пищу? Погруженная в свои мысли, Елена услышала шаги, когда они уже были у двери. Они были осторожны и неторопливы, словно человек, сделав шаг, останавливался и прислушивался. — Это спалатру, — тут же решила Елена. Он уверен, что она выпила отравленное молоко и хочет услышать ее предсмертные стоны. Увы, он пришел слишком рано, яд еще не подействовал. При мысли, что она отравлена, Елена похолодела и чуть не лишилась чувств. От слабости в ногах она вынуждена была опуститься на матрас. Она уже приготовилась ждать конца. Но дурнота прошла. Силы понемногу возвращались к ней. Мысль о том, что спалатра, войдя в комнату, увидит нетронутую кружку с молоком, заставила Елену встать. Подойдя к окну, она выплеснула молоко через прутья решетки. Убедившись, что она его выпила, мучители на какое-то время оставят ее в покое. А это даст ей возможность что-то придумать, решила она. Был уже вечер, когда на лестнице послышались шаги. В щели под дверью появилась тень, словно кто-то стоял прислушиваясь. Затем тень исчезла. И она услышала, как кто-то осторожно спускался по лестнице. «Это спалатра», — подумала Елена, — «он проверяет, жива ли я». Но под дверью снова кто-то стоял. И это было странно, ибо шагов она не слышала. Елена испугалась, что, войдя в комнату, спалатра обнаружит, что она жива и примет иные меры, а это означало немедленную смерть. Действительно, раздался скрежет засова, дверь приоткрылась и в комнату заглянул спалатра. Прежде чем войти, он окинул комнату настороженным взглядом, который остановился на лежавшей на матрасе девушке. Лишь после этого быстрыми шагами он приблизился к ее ложу. На его лице был страх, нетерпение, и, как Элене показалось, чувство вины тоже. Когда он подошел достаточно близко, Элена поднялась и села. У спалатра был такой вид, словно он увидел призрак. Глаза его остекленели, в них отразился ужас. Бедная Элена тоже растерялась. Когда, наконец, спалатра, овладев собой, почти заикаясь, справился о ее самочувствии, она даже позабыла, что благоразумней было бы сказаться больной. Какое-то время спалатра смотрел на нее даже с интересом, а затем из-под тяжка кинул взглядом комнату. Элена поняла, что он ищет, куда девалась отравленная еда. Когда он увидел на полу пустую кружку, Элене показалось, что он довольно ухмыльнулся. Вы остались без обеда, я совсем забыл о нем, но скоро будет готов ужин. А пока вы можете прогуляться вдоль берега, если желаете. Элена, пораженная таким предложением, растерялась, не зная, соглашаться или нет. Она опасалась ловушки. Ее просто хотят заманить туда, где можно будет легко от нее избавиться. Первой мыслью было отказаться. Но подумав, что удобнее всего расправиться с ней в ее же комнате, где она полностью в их власти, она согласилась на прогулку. Когда она спустилась по лестнице вниз и пересекла холл, никто не попался ей навстречу. Она справилась у спалатра о своих спутниках. Тот ничего не ответил. Он молча шел впереди, пока они не вышли во двор. За воротами он остановился. Указал рукой куда-то на запад, сказав, что она может совершить прогулку вдоль берега. Элена, постаравшись держаться от спалатра подальше, направилась в сторону шумящего прибоя. Едва замечая, куда ведет тропа, у подножия скалы она, наконец, подняла глаза и увидела открывшиеся взору морские просторы. Вдали, на берегу, она различила одинокие хижины рыбаков. В бухту медленно входили с полуспущенными парусами рыбачьи лодки. Но все это было так далеко, что она не смогла увидеть фигурки людей. Для нее, считавшей до сих пор, что кроме дома, ставшего ее темницей, в окрестностях нет ни единого человеческого жилища, эти хижины рождали крупицу надежды. Она обернулась, чтобы проверить, как далеко от нее спалатра. Но с испугом убедилась, что он следует за ней всего в нескольких шагах. Елена еще раз окинула печальным взглядом далекий поселок. Опускались сумерки. Море потемнело и заволновалось. Пронзительно кричали чайки, ища свои гнезда в скалах. Темная туча над бухтой была овестницей приближающейся грозы. Елена, на мгновение забыв о собственных невзгодах, от души порадовалась за рыбаков, успевших в гавань до начала бури. Вскоре они будут в тепле и безопасности родного очага. Мысли о мрачном доме снова возвратили ее к действительности, столь безнадежной и безжалостной. — Увы, у меня нет больше дома, — тихо промолвила она. — Никто не встретит меня улыбкой. Я потеряла даже единственного друга, который мог бы спасти меня. Я — одинокий путник на чужом берегу, за каждым шагом которого следит убийца. Елена невольно содрогнулась и бросила взгляд назад. Но спалатра исчез. Она была одна. Однако надежда убежать погасла, не успев родиться. Впереди она увидела фигуру монаха. Он шел ей навстречу по краю моря. Укутанный в темный плащ, он шел, низко опустив голову и глядя под ноги, словно погруженный в глубокую думу. Это святой отец, размышляющий о чем-то великом и возвышенном. Кому, как ни к нему, могу я обратиться и попросить защиты? Его орден призван защищать обездоленных и несчастных. Кто бы мог подумать, что в этом диком и пустынном месте я неожиданно встречу своего защитника? — Его монастырь должно быть совсем близко, — обрадовалась Елена. По мере того, как монах приближался к ней, он все ниже опускал голову и плотнее кутался в плащ. Наконец, почти поравнявшись с ней, он искосо бросил на нее взгляд. Елену поразило выражение его больших темных глаз, сверкнувших из-под низко надвинутого капюшона. Минуя ее, монах, однако, не выказал ни малейшего удивления или любопытства. Елена остановилась, решив дать ему уйти как можно дальше, прежде чем продолжить свой путь к рыбачьему поселку. Сама она не отважилась попросить у монаха помощи. Но через мгновение она услышала шаги за спиной и, обернувшись, увидела, что монах следует за ней. Она снова поймала на себе его странно изучающий взгляд. Его наружность показалась ей неприятной и даже отталкивающей. И Елена снова не решилась обратиться к нему. Более того, она почувствовала, что этого не следует делать. В его высокой и крупной фигуре было что-то пугающее, говорящее о недоброй силе и коварстве. Он следовал за ней еще какое-то время, но вдруг исчез за обломками скал. Елена все же решила продолжать свой путь до рыбачьего поселка, пока нет с палатру. Его исчезновение порядком удивило ее, но раздумывать было некогда. Однако не успела она сделать и десяти шагов, как монах снова оказался за ее спиной. От неожиданности и испуга она чуть не вскрикнула. На этот раз он как-то особенно долго и внимательно смотрел на нее, что, замедлив шаги, словно был в нерешительности, но потом быстро прошел мимо. Отчаяние Елены возрастало, ведь он шел в том же направлении, что и она, и теперь ей было так же страшно следовать за ним, как возвращаться назад. Монах, отойдя на какое-то расстояние, обернулся и вдруг снова пошел ей навстречу. Когда он прошел, она в отчаянии ускорила шаги и почти побежала. Обернувшись, чтобы проверить, не следует ли он за ней, она вдруг увидела, что монах беседует с вновь появившимся спалатра. Они шли за ней медленно, погруженные в беседу, пока вдруг не заметили, как быстро она удаляется. Спалатра окликнул ее и велел остановиться. Его грозный окрик эхом отозвался в прибрежных скалах, и было в нем столько угрозы, что бедная девушка, взглянув с отчаянием на все еще далекие хижины, замедлила шаги. Вскоре монах обогнал ее, а спалатра опять куда-то исчез. Когда монах поравнялся с Эленой, он посмотрел на нее так, что она вся сжалась от страха и даже отшатнулась от него, хотя никаких оснований считать его своим недругом у нее не было. Бедняжка никогда прежде не знала Скидони. Сам монах тоже пришел в сильное волнение, и лицо его потемнело. «Куда вы идете?» вдруг спросил он с давленным голосом. «Кто вы, святой отец, чтобы задавать мне такие вопросы?» в свою очередь спросила его Элена, стараясь казаться спокойной. «Кто вы и куда идете?» строго повторил монах. «Я бедная сирота», пролепетала Элена, уже не в силах скрыть свою тревогу. «Если вы тот, кем мне позволяет называть вас ваше платье, друг обездоленных и обиженных, то вы проявите ко мне сострадание». Скидони ответил не сразу. «Кого и чего вы боитесь?» наконец спросил он. «Я опасаюсь за свою жизнь», решительно ответила девушка. Она заметила, как словно тень прошла по лицу монаха. «Опасаетесь за свою жизнь?» воскликнул он с удивлением. «Кто может покушаться на нее?» Элена поразила, как он произнес эти слова. «На жизнь бедной букашки?» вдруг добавил он. «Так кто же пытается раздавить ее?» Изумленная и испуганная его поведением и расспросами, Элена не смогла вымолвить и слова. Ее поразили не только странные слова монаха, но и тон, каким они были сказаны. Опасаясь надвигающейся грозы и неожиданного попутчика, она поспешила в сторону деревушки. Монах не отставал и, наконец, грубо схватил ее за руку. «Кого вы боитесь?» снова грозно спросил он. «Говорите, кого?» «Я не могу вам этого сказать!» в отчаянии воскликнула девушка, еле удержавшаяся на ногах от его грубого рывка за руку. «Ах, вот так!» вдруг скричал он, приходя в еще большее волнение. В эту минуту лицо его показалось Элене страшным. Она безуспешно пыталась вырвать из его тисков свою руку, а он молча с угрозой наблюдал за ее тщетными усилиями. Наконец, устав, девушка затихла. Глаза монаха, устремленные на нее, приобрели странное, застывшее выражение, словно он забыл о ней и был полностью погружен в себя. «Умоляю вас, отпустите мою руку!» взмолилась Элена. «Уже поздно. Я слишком далеко забрела от дома». «Это верно сказано, рассеянно пробормотал монах, не отпуская ее руку. «Очень верно!» «Смотрите, как быстро темнеет!» продолжала уговаривать его девушка. «Меня застигнет буря!» Скидони словно не слышал ее. «Буря!» рассеянно произнес он. «О, пусть грянет буря!» вдруг воскликнул он, приходя в себя. Он, наконец, позволил ей опустить вниз затекшую руку, однако продолжал крепко сжимать ее ладонь. Вдруг он повернулся и пошел в сторону проклятого дома, увлекая ее за собой. В полном отчаянии Елена принялась умолять его отпустить ее. «Прошу вас, отпустите меня. Я так далеко ушла от дома. Близится ночь. Меня ждут. И если я не вернусь, меня будут искать». «Все это ложь!» внезапно воскликнул монах. «И вы это прекрасно знаете». «Да, вы правы!» покорно ответила девушка. «У меня нет никого, кто бы мог защитить меня». «Чего заслуживают те, кто прибегает ко лжи?» грозно продолжал монах. «Или тот, кто завлекает в свои сети нерадивых юнцов?» «Святой отец!» в ужасе воскликнула Елена. «Нарушает покой дома, обольщает наследников, богатых и знатных семей. Я спрашиваю вас, чего они заслуживают?» Охваченная ужасом, Элена молчала. Теперь она поняла, кто перед ней, кого она так неразумно готова была счесть своим возможным защитникам. Он был орудием мести ее злейшего врага, маркизы. У бедняжки потемнело в глазах, ноги ее подкосились, и она упала без чувств. Скидони в растерянности смотрел на лежащую у его ног девушку. Такого он не ожидал, и это привело его в полное смятение. От волнения он заметался по берегу, даже бросился к воде, чтобы зачерпнуть ее и плеснуть в лицо бездыханной девушки. В душе его боролись странные чувства, о которых он доселе и не мог подозревать. Вместо жажды отмщения вдруг возникло странное чувство человеческого сострадания к этому юному и беспомощному существу. Чуждое милосердие, руководимый тщеславием и гордыней, Скидони, сам внушивший маркизе де Вивальде жестокий план мести, вдруг оказался раздираем самыми противоречивыми чувствами, в плену собственной растерянности и слабости. И это было столь неожиданно и незнакомо, что привело его в отчаяние. «Неужели эта хрупкая девушка способна поколебать решимости зрелого мужа?» твердил он себе. «Неужели ее страдания тронут мое сердце и заставят меня отказаться от совершения того, что я так долго вынашивал, так тщательно готовил? Неужели из-за минутной слабости я согласен от всего отказаться? Что со мной? Я должен прийти в себя, снова стать хозяином своей воли и своих решений, где гордость и решимость моего рода, или я должен стать рабом обстоятельств? Нет, я чувствую, как прежний дух возрождается во мне». Он быстрыми шагами вернулся к колени, страшась любого промедления. В складках его одежды был спрятан кинжал. В душе он уже знал, что привычная рука в нужный момент не дрогнет. Однако мысль о том, что местные жители могут обнаружить следы крови на камнях, остановила его. Не лучше ли будет отнести ее к самой кромке воды? Волны, приведя ее на мгновение в чувство, тут же унесут в море, даже не дав ей опомниться. Он наклонился, чтобы поднять Елену, но при виде ее невинного, как у ребенка, лица сомнения снова вернулись. И в это мгновение девушка, словно почувствовав грозящую ей смертельную опасность, открыла глаза и увидела лицо Скидони. Громко вскрикнула и попыталась подняться. Прежняя решимость покинула Скидони. Стыдясь своего безволия, испытывая досаду и смятение, он, не выдержав взгляда, Елены отвернулся и быстро пошел прочь. Девушка прислушивалась к его удаляющимся шагам, а затем, поднявшись, проводила глазами фигуру монаха. Он шел к дому. Элена, понемногу приходя в себя, решила все же собраться с силами и во что бы то ни стало достичь деревушки. Не успела она сделать нескольких шагов, как увидела, что за нею быстро и решительно следует с палатра. Ему ничего не стоило догнать ослабевшую после обморока Элену. Она снова во власти своего тюремщика. Ее жалкий вид ничуть не тронул жестокое сердце негодяя. Он язвительно высмеял ее попытку убежать и заставил следовать за ним. Мрачные стены угрюмого дома снова поглотили ее и теперь уже навсегда. Вспомнив, что монах тоже пошел сюда, она, проходя по холлу и коридорам, искала следы его присутствия, но тщетно. Теперь она знала, что ей более не на кого надеяться. С глухим стуком захлопнулась за ней дверь ее темницы, задвинулся засов, затихли шаги с палатра. И наступила гробовая тишина, столь же гнетущая и грозная, как затишье перед бурей. Глава девятая Утраты все приходят мне на ум, и старой болью я болею снова. Шекспир Санет тридцатый Скидо не вернулся в дом в состоянии смятения, с которым не могла совладать даже его железная воля. По дороге он встретил с палатра и, послав его за Еленой, не велел его беспокоить, пока он сам его не позовет. Войдя к себе, он запер дверь на ключ, хотя в доме, кроме него, никого не было. О, как бы ему хотелось так же запереть на ключ свою сбунтовавшуюся совесть, он бессильно опустился на стул и оставался недвижимым, хотя в душе его бушевала буря. Совесть вступила в бесславный поединок с тщеславием, а последняя, в свою очередь, с пренебрежением к себе за проявленную слабость и молодуши. Он не знал себя таким, каким его сделали теперь обстоятельства, не находил объяснения своим поступкам, той противоречивости и непоследовательности, которые в себе обнаружил в эти последние минуты. И все же он не терял надежды, что его воля и разум восторжествуют над случайным смятением, и он спокойно и хладнокровно, дав себе оценку, совладает с собой. Граф Ди Маринелла, а таково было настоящее имя духовника Маркизы, был отпрыском знатного рода в одном из небольших миланских графств, уцелевших в предгорьях Тирольских Альп после многочисленных войн в Италии. Доставшееся ему после смерти отца состояние было невелико, но юный Маринелла не испытывал желания приумножить его прилежным трудом. Он также не намеревался ограничивать себя в чем-то из-за бедности или терпеть ее унижения. Перед равными себе он просто в ней не признавался, а поскольку он не был от природы наделен щедростью души и чувств и не познал ни высоких дум, ни порывов благородства он более всего был склонен ценить власть над людьми, независимо от ее последствий и удовольствия жизни. Когда источник его материальных благ иссяк, это не заставило его призадуматься. Продав часть родового поместья, он какое-то время довольствовался тем, что осталось, но не умеющий мириться с необходимостью жить посредством, юный Маринелла попытался восполнить утраченное не с помощью ума, а с помощью хитрости. Но не хитрость, не изворотливость не помогли ему, и чтобы скрыть от друзей и соседей неблагоприятно изменившиеся обстоятельства своей жизни, он замкнулся и стал отшельником. Вскоре о нем все забыли. Об этих годах его жизни мало известно. О нем заговорили лишь тогда, когда он появился в монастыре Святого Духа в Неаполе в одежде монаха и под именем Скидони. Его внешний облик изменился столь же неузнаваемо, как и его жизнь. Из веселого и бесшабашного он стал мрачным и суровым. Былая гордость и жажда жизни уступили место смирению и самоограничению, нередко принимавшим форму обета молчания или жестокого ограничения в еде и духовного покаяния. Его давний знакомый при случайной встрече узнал его лишь по взгляду, заставившему его, вглядевшись в черты лица монаха, с трудом признать в нем графа Маринеллу. Встреча была столь нежелательна для последнего, что он всячески отрицал какое-либо их знакомство, но когда были приведены неопровержимые доводы, Скидони был вынужден признаться. После этого друзья уединились и между ними состоялась беседа. О чем они говорили осталось тайной, но результатом этой беседы была клятва, что в монастыре ничего не будет известно как об этой встрече, так и о прошлом Скидони. О последнем монах предупредил своего друга столь строгим и угрожающим тоном, что тот в страшном испуге поклялся молчать. Первое обещание он, судя по всему, выполнил, что касается второго, то узнать это не удалось, ибо после никто более не видел в Неаполе этого человека. Скидони, хотя и был тщеславен, но умел легко приспосабливаться к взглядам и предрассудкам окружавших его людей, и вскоре стал одним из самых истовых поборников веры и своего рода, примером самоограничения и жестокой дисциплины. Его приводили в пример новичкам в монастыре, которые смотрели на него с почтением, хотя следовать его примеру не спешили. Этими панигириками в адрес Скидони дружба монахов с ним и ограничивалась. Они предпочитали восхвалять его бдение, но не подражать им. В большинстве своем братья боялось его, а многие даже ненавидели за гордыню и мрачность характера. Одних же пустых похвал Скидони было недостаточно. Он провел в их обществе немало лет, но так и не достиг высшего сана, в то время как люди с его точки зрения ничтожные добивались этого. Слишком поздно он понял, что никогда не дождется в своем монастыре достойного признания. Тогда он решил искать другие пути. Он был в течение уже нескольких лет духовником Маркиза Девевальди, но лишь совсем недавно поведение ее сына дало ему надежду завоевать особое доверие Маркизы и стать полезным и незаменимым ее советником. Он неизменно изучал характер, привычки и особенности людей, с которыми общался, что позволяло ему в нужное время извлекать из этого пользу. Обеспокоенная поведением сына, Маркиза Девевальди была предметом его особого интереса и внимания. Узнав ее как женщину сильной воли и страстей, однако отнюдь не очень умную, проницательную или дальновидную, он решил умело потворствовать хотя бы одной из ее страстей или какому-либо из предрассудков, чтобы впоследствии, когда придет час, воспользоваться этим для обеспечения своего будущего. В итоге он вскоре завоевал ее полное доверие и стал столь необходим, что мог уже умело внушать ей свои мысли и убеждения. Так ему удалось подготовить ее к мысли, что он давно заслуживает одного из постов в церкви, о котором он давно мечтал. Вскоре Маркиза сама предложила ему свою поддержку и хлопоты. Она же в свою очередь воспользовалась этим и попросила у Скидони совета в одном деликатном семейном деле. Речь шла о недостойном увлечении ее сына простолюдинкой. Духовник и Маркиза легко пришли к выводу, что только исчезновение очаровательной виновницы всех волнений Маркиза может вернуть покой и согласие в семье Девивальди. Заточение в монастыре более не казалось Маркизе достаточным, ибо ничто не могло удержать Винченца от попыток вызволить оттуда свою возлюбленную. Поэтому требовались иные меры. Долго и терпеливо Скидони подводил Маркизу к этой мысли и, наконец, добился успеха. Теперь ему предстояло сыграть главную роль в последнем акте этой драмы. Скидони сам должен был совершить жестокий акт возмездия, вернуть дому Девивальди честь и покой. А ему это сулило исполнение его заветной мечты о высоком церковном сане, да и позволяло отомстить дерзкому юнцу, унизившему его в храме. Однако странное смятение остановило руку Скидони в нужный момент, и он не совершил того, что должен был совершить. Теперь он снова спокоен и полон решимости. Элена должна умереть сегодня же ночью. Через потайной ход, ведущий к морю, они со спалатра вынесут ее тело и бросят волны. Море примет и сохранит еще одну тайну. Лучше было бы обойтись без крови, такая возможность у него была сегодня на берегу, когда Элена потеряла сознание, но он упустил ее. Девушка уже подозревает, что ее хотели отравить, и вторая попытка не должна окончиться неудачей. Спалатра был давним соучастником и доверенным лицом Скидони. Именно ему монах намеревался поручить главное, решить судьбу девушки. Этим он еще больше обретет власть над спалатра и добьется его верности. Была уже глубокая ночь, когда Скидони все взвесив и обдумав вызвал к себе спалатра. Закрыв за собой дверь на ключ, как только тот вошел в его комнату и приняв зачем-то другие меры предосторожности, хотя в доме, кроме запертой на верхнем этаже несчастной жертвы никого не было, он поманил к себе пальцем спалатра и, понизив голос, спросил, ты слышал в ее комнате какие-либо звуки? Как ты думаешь, я ничего не слышал, сеньор, в этот последний час, настороженно ответил удивленный спалатра. Я все время стоял у подножия лестницы, пока вы не позвали меня. Если бы она ходила по комнате, рассохшиеся половицы выдали бы ее. Старый пол совсем пришел в негодность. Тогда слушай меня внимательно, спалатра, сказал монах. Я уже испытал тебя в деле и верю, что ты мне предан, иначе я бы не доверился тебе. Вспомни все, что я тебе говорил утром, и будь решителен и точен в своих действиях, каким ты был всегда. спалатра. мрачно внимал его словам. Сейчас ночь. Ступай в ее комнату, она давно уже спит. Вот, возьми это. Он протянул ему кинжал и темный плащ. Ты знаешь, что с ним делать. Монах умолк, впившись пронзительным взглядом спалатра, который сосредоточенно вертел в руках кинжал, проверяя остроту клинка. Взгляд его был пуст и ничего не выражал, словно он не понимал, что от него требуют. Ты знаешь, что делать, властным голосом повторил Скидони. Поторапливайся, рано утром я должен уехать отсюда. Спалатра однако молчал. Скоро рассвет, заметил Скидони, уже начав нервничать. Ты боишься? Ты весь дрожишь? Неужели я ошибся в тебе? Спалатра молча сунул кинжал за пазуху и, перекинув плащ через руку, медленно и неохотно поплелся к двери. Поторапливайся, повторил Скидони, немедли. Не могу сказать, сеньор, чтобы это дело было мне по душе, наконец, угрюмо промолвил Спалатра. Не понимаю, почему я должен делать больше всех, а получать меньше всех. Грязный негодяй, воскликнул возмущенный Скидони, так ты еще, оказывается, недоволен? Не больший негодяй, чем вы, сеньор, вдруг грубо ответил Спалатра и в сердцах швырнул плащ на пол. Мне всегда приходится выполнять за вас грязную работу, а награды получаете-то вы. Мне перепадают крохи, как всякому бедняку. Или сами делаете свою работу, или платите больше. Замолчи, прикрикнул на него разъяренный монах. Как ты смеешь унижать меня подобными речами? Я не продался за деньги. Ее смерть это моя воля. А ты что просил, то и получишь. Мне этого мало, сеньор, возразил Спалатра. Кроме того, работа мне не по душе. Что плохого мне сделала эта девушка, вдруг неожиданно сказал он. С каких это пор ты стал моралистом, язвительно заметил монах. Надолго ли тебя хватит? Ты не впервые выполняешь такую работу, а те другие. Разве они сделали тебе плохое? Ты забыл, что я слишком много знаю о тебе Спалатра? Нет, не забыл, сеньор, мрачно ответил тот. Хотел бы, да не могу. С тех пор я потерял покой. Я вечно вижу эту окровавленную руку. По ночам, когда на море буря и дом ходят ходуном от ветра, все они являются ко мне, все, кого я оставил там на берегу. Они толпятся у моей постели. Чтобы спастись, я бегу из дому. Успокойся, Спалатра, хватит, прикрикнул на него встревоженный монах. Ты так сойдешь с ума от страха. Вот до чего довели тебя кошмары. Я думал, что имею дело с сильным мужчиной, а ты как дитя, напуганная россказними нянек. Но я понимаю тебя и заплачу тебе больше. Ты останешься доволен на этот раз. Но Скидония на этот раз ошибся в этом человеке. Спалатра говорил правду. Возможно, красота и невинность девушки тронули зачерствевшую душу отпетого негодяя и убийцы. Или муки совести были слишком велики. Но Спалатра наотрез отказался убить Эллену. Странное понятие совести было у этого бандита и не менее странная жалость, ибо отказавшись совершить убийство, он тут же согласился ждать монаха у подножия лестницы, чтобы помочь ему отнести тело убитой девушки на берег моря. Лишь сам дьявол способен на такую сделку вины с совестью. Про себя заключил Скидония, забыв, что несколько минут назад сам решился на не лучшую изделок, пытаясь переложить на Спалатра то, что обещал Маркизи сделать сам. Спалатра, освобождаемый от роли палача, был теперь готов сносить любые попреки и оскорбления, которыми, не скупясь, осыпал его раздраженный Скидоний. Монах напомнил своему помощнику, каким до нынешнего дня он был сговорчивым, и что ему не мешает помнить о своей полной зависимости от Скидоний. Спалатра вяло соглашался, Скидоний, однако, слишком хорошо знал, чего может ему стоить строптивость, а еще хуже откровенность этого негодяя. «Верни мне кинжал», наконец, после долгих раздумий, сказал монах. «А ты возьми плащ и жди меня у подножия лестницы, я тебя позову. Дай мне возможность снова поверить в твою храбрость». Спалатра вернул ему кинжал и поднял с пола брошенный плащ. Монах, подойдя к двери, повернул ручку. Дверь не открывалась. «Нас заперли!» в испуге воскликнул он. «Кто-то проник в дом и запер нас». «Вполне возможно, насмешливо заметил с палатра. «Однако я сам видел, как вы это сделали после того, как я вошел сюда». «Ах, да, верно!» смущенно согласился Скидони, устудившись своей оплошности. «Ты прав». Открыв дверь, он вышел в коридор и прислушался. В эту минуту злодей Скидони страшился даже своей беззащитной пленнице. У подножия лестницы он остановился и снова прислушался. «Ты слышишь что-нибудь?» шепотом спросил он следовавшего за ним из палатра. «Только шум прибоя», ответил тот. «Тише!» «Я что-то слышу». Предостерегающий остановил его Скидони. «Это голоса». Оба умолкли, напряженно вслушиваясь в тишину. «Это призраки, сеньор! Я говорил вам о них!» не без ехидства заметил с палатра. «Дай мне кинжал!» Но с палатра в эту минуту судорожно схватил его за руку. Скидони с удивлением увидел, как побледнело лицо с палатра, а взгляд, устремленный в темноту коридора, остекленел от ужаса. Сам Скидони, посмотрев в конец коридора, ничего не заметил. «Что испугало тебя так?» недовольно спросил он. «Разве вы ничего не видите, сеньор?» приходя в себя, пробормотал с палатра и указал пальцем в темноту. Монах с удивлением смотрел то в конец коридора, то на дрожащий палец с палатра, и хотя снова ничего не увидел, холодок настоящего страха пробежал по его спине. «Хватит, с палатра, успокойся», наконец, сказал монах, испытывая неловкость за собственный испуг. «Сейчас не время для таких шуток. Опомнись и возьми себе в руки». Наконец, с палатра отвел взгляд от чего-то видимого только ему одному в пустом коридоре. «Я видел его так же ясно, как вижу сейчас вас, сеньор», пояснил он шепотом. «Он манил меня пальцем, своим окровавленным пальцем, а потом стал исчезать и растворился в темноте». «Это выдумки», спалатра успокоил его скидони. «Тебе привиделось, будь мужчиной», добавил он сам, однако испытывая смутную тревогу. «Выдумки, сеньор, я видел его страшную руку, я вижу ее сейчас, вот она». Скидони, встревоженный состоянием с палатра, тщетно пытался различить что-либо в темноте. Конечно, там ничего не было, но он не в силах был успокоить с палатра, которого, видимо, муки совести довели до галлюцинаций. Испугавшись, что крики с палатра могут разбудить Елену, он попытался увести его снова в свою комнату. «Ничего теперь не заставит меня, сеньор, пойти туда снова», дрожа всем телом, бормотал с палатра, с опаской оглядываясь. «Призрак манил меня! Он там!» Скидони больше всего боялся, что шум мог разбудить Елену, а это осложнило бы его задачу. Он понимал, что ему не удастся заставить перепуганного с палатра снова войти в коридор, где он видел призрак, но тут же вспомнил, что к комнате Елены можно пройти через другое крыло дома. Уговорив наконец с палатра следовать за ним, монах открыл доселе всегда запертую половину дома, и через дышащие холодом и запустением комнаты направился в нужную ему часть дома. Здесь, уже не опасаясь, что Элена может их услышать, он отчитал своего спутника за трусость. Однако, когда они достигли лестницы, ведущей к комнате Элены, с палатра отказался идти дальше и заявил, что не останется один ни в одной части этого проклятого дома. Скидоне пришлось угостить его солидной порцией вина, чтобы тот наконец успокоился и согласился ему помогать. Сам монах тоже сделал глоток, но это мало ему помогло, волнение его только усилилось, он даже забыл, что уже взял у спалатра кинжал и снова потребовал его, чем изрядно удивил своего помощника. Ведь я уже отдал вам его, сеньор, обиделся спалатра. Да, я забыл, смутился монах, а теперь поднимайся по лестнице, да потише, не то разбудишь ее. Но вы сказали, что я должен ждать вас у подножия лестницы, сеньор, пока вы, испуганно возразил спалатра. Хорошо, хорошо, недовольно согласился с Кидони и, повернувшись, стал один подниматься по лестнице, ведущей к потайному входу в комнату Элляны. Сеньор, вы забыли лампу? остановил его спалатра. У меня есть запасная. Монах нервно выхватил у него лампу, но вместо того, чтобы продолжить свой подъем по лестнице, вдруг остановился, словно задумался. Свет может разбудить ее, произнес он, словно размышляя вслух. Лучше проделать все в темноте. Но мысль, что в темноте он может промахнуться, остановила его, и он, не возвращая лампу, спустился снова вниз, чтобы еще раз наказать спалатра, где ему ждать, и не шуметь, как только он даст сигнал. Я сделаю все, как прикажете, сеньор, успокоил его спалатра. Но обещайте, что позовете меня, когда все будет закончено. Обещаю, обещаю, нетерпеливо ответил Скидоний, теперь уже быстро поднялся по лестнице и остановился перед потайным ходом в комнату Елены. За дверью было тихо, словно смерть уже опередила монаха. Заржавевшая, давно не открывавшаяся дверь не поддавалась. Он испугался, что без шума ему не удастся ее открыть. В былые времена надежно смазанная она никогда не подводила. Наконец дверь поддалась и он бесшумно проскользнул в комнату. Тишина успокоила его. Он не потревожил сон девушки. Прикрыв лампу ладонью, он окинул взглядом комнату и бесшумно приблизился к спящей. Услышав ее легкое дыхание, он осторожно осветил ее лицо. Несмотря на тени усталости и страданий и слезинки в глазах сомкнутых глаз, лицо девушки было спокойным. Вглядываясь в его черты, он вдруг заметил легкую улыбку, тронувшие губы, и в испуге отшатнулся. Она улыбается своему убийце. В ужасе прошептал он «Нельзя медлить!» Одной рукой держал лампу, прикрытую краем плаща, другой он стал торопливо доставать кинжал, но рука дрожала и пальцы неловко путались в складках одежды. Подобие недоброй гримасы искривило лицо Скидони. Наконец, достав кинжал, он вдруг заметил на шее девушки батистовую косынку, завязанную узлом, и с досадой подумал, что узел может помешать силе и точности удара. В это время свет лампы должно быть помешал спящей. Улыбка с ее лица исчезла, и выражение его изменилось. Девушка что-то прошептала во сне. Скидония, испугавшись, что разбудил ее, резко отпрянул и совсем закрыл лампу плащом. Промедление оказалось роковым. Страх и неуверенность охватили монаха. Неужели я не решусь сделать то, что задумал? Чего я медлю, терзался он? Не от этого ли зависит мое будущее? Ведь передо мной возлюбленная моего обидчика. Неужели я готов забыть то, что произошло в церкви Святого Духа? Неприятные воспоминания вернули самообладание и уверенность. Жажда мести придала силы, и рука монаха уверенно отодвинула край косынки на груди девушки и занесла кинжал. Но взгляд его упал на медальон, спрятанный под косынкой. И уже иное чувство остановило руку Скидони. Он оцепенел. Дыхание остановилось, холодный пот покрыл его лоб. Это длилось всего мгновения, и он наконец снова пришел в себя. Склонившись, он впился глазами в миниатюру, вправленную в медальон. Ужасная правда открылась ему, и кинжал выпал из его рук. Более не раздумывая, он стал будить Элену. «Проснитесь, да проснитесь же!» громко выкрикивал он, тормоша девушку. Бедная Элена, разбуженная его криками и толчками, увидев бледный свет лампы, искаженное лицо монаха, похолодела от ужаса. Когда же ее взгляд упал наброшенный на край матраса кинжал, она все поняла и упала к ногам скидони. «О, пощадите, святой отец! Смилуйтесь надо мной!» дрожащим голосом пролепетала бедняжка. «Отец!» в отчаянии воскликнул монах, но, опомнившись, взял себя в руки. «Что напугало вас, дитя мое?» промолвил он почти спокойно. Казалось, он уже забыл о своем злодейском намерении, и иные чувства владели им, толкая на иные действия. «Смилуйтесь, святой отец, проявите милосердие!» продолжала умолять его бедная девушка. Но монаха жгло нетерпение. Его мысли были о другом, столь главном для него, что он даже не замечал испога девушки. «Чей это медальон?» нетерпеливо одернул он ее. «И чей портрет?» «Какой портрет?» в недоумении спросила ничего не понимающая Елена. «Откуда он у вас, говорите?» «Зачем он вам, святой отец?» взмолилась совсем ничего не понимающая Елена. «Отвечайте!» все больше терял над собой контроль Скидони. «Я не расстанусь с ним, святой отец!» осмелись воскликнула Елена и прижала медальон к груди. «Зачем он вам?» «Почему вы не отвечаете на мой вопрос?» «Страх лишил вас языка?» воскликнул в волнении Скидони и, поняв, что выдает себя, отвернул лицо. Но через мгновение в нетерпении он схватил Елену за руку и повторил свой вопрос. В голосе его было отчаяние. «Того, кто на портрете, увы, уже нет в живых», прошептала Елена и, вырвав руку, расплакалась. «Вы лукавите», рассердился Скидони и окинул ее недобрым взглядом. «Я снова спрашиваю, чей это портрет». Елена, взяв в руки медальон, посмотрела на него долгим печальным взглядом и поднесла к губам. «Это мой отец», тихо промолвила она. «Ваш отец?» глухо произнес монах и отвернулся, словно не выдержал ее взгляда. Это поразило Елену. «Я не знала отцовской заботы», промолвила она. «Лишь теперь я понимаю, как не хватает мне ее». Его имя нетерпеливо снова прервал ее монах. «Теперь, когда», попыталась продолжить Елена, «когда, кроме вас, мне некому помочь, святой отец, его имя грозно повторил монах. Это тайна. Он был несчастлив, попыталась возразить Елена. имя». Я дала клятву хранить его тайну. Защищалась, как могла Елена. «Если вы дорожите своей жизнью, назовите имя, помните, жизнью». Робкие попытки девушки сохранить семейную тайну не увенчались успехом. Монах был настойчив, он был на грани иступления, и бедная девушка испытывала смертельный страх. «Хорошо», наконец, уступила она. «Его имя Маринелла». Из груди монаха вырвался стон. Он поспешно отвернулся и отошел, но растерянность его была недолгой. Вернувшись к девушке, он помог ей встать с колен и, не дав опомниться, снова забросал вопросами, откуда он родом. «Это далеко отсюда», уклончиво ответила настороженная его поведением Элена, но он заставил ее рассказать все, что она знала об отце. Выслушав, монах тяжело вздохнув, отошел от нее и заходил по комнате. Теперь он молчал, а вопросы задавала почти успокоившаяся Элена. Она хотела знать причину его пристального любопытства к ее отцу. Скидони, однако, не собирался отвечать и сделал вид, что не слышит ее. Еще ниже опустив голову, он нервными шагами мерил комнату. Страх Элены давно уступил место живому любопытству. Ей показалось, что во взглядах монаха, которые он изредка бросал на нее, появилось что-то новое, и она готова была поручиться, что заметила слезинки, блеснувшие в его глазах. Несмотря на все ее попытки разговорить его, он упорно отмалчивался. Напряжение нарастало, и скидони не выдержал. Элена с удивлением и испугом услышала глухие рыдания. еще более неожиданным для нее было то, что монаха вдруг подошел к ней и, опустившись на край матраса, взял ее за руку. Девушка непроизвольно отшатнулась и попыталась отнять руку, но сдавленный голос монаха остановил ее. «Бедное дитя!» тихо промолвил он. «Перед тобою твой несчастный отец». Монах еще ниже опустил капюшон на лицо и горестно поник перед ней. «Отец?» не веря его словам, воскликнула девушка. «Вы? Мой отец?» Скиду не ответил ни сразу. «Не смотрите так на меня, дитя мое», произнес он, наконец, дрожащим от волнения голосом. «Я читаю осуждение в вашем взоре. осуждение? Почему, святой отец, встрепенулась Елена, испытывая внезапную симпатию к этому загадочному монаху? Почему я должна осуждать вас? Почему?» горестно простонал Скидони. «О, Боже милосердный, ты слышишь ее?» Он стремительно вскочил, задев кинжал, скользнувший на пол. Вид кинжала очевидно причинил ему нестерпимую боль, ибо он с силой отшвырнул его в дальний угол. Он проделал все это так быстро, что Елена ничего не заметила, кроме возросшего волнения Скидони, который снова заметался по комнате. Голосом, полным сострадания, девушка, наконец, осмелилась спросить его, что сделало его таким несчастным? Монах замер от неожиданности и долго и пытливо смотрел на нее. Наконец, вздрогнув, как от удара он пришел в себя и снова зашагал по комнате. «Почему в вашем взгляде жалость, святой отец?» встревоженно спросила Елена. «Что причиняет вам страдания? Откройтесь мне, облегчите свою душу». Голос девушки был полон искреннего сострадания. Скидони, не выдержав ее взгляда, бросился к ней и прижал ее к своей груди. Елена, ощутив на своих щеках слезы этого измученного страданиями человека, сама, не зная почему, тоже разрыдалась. Скидони не спешила открывать ей тайну своих терзаний, а Елена, чувствуя это, продолжала испытывать к нему настороженность и недоверие, поэтому она поспешила освободиться из его объятий. Это смутило и огорчило Скидони, столь неожиданно даже для себя выдавшего степень своего оволнения. «Вы не верите мне», печально произнес он, «не верите в мои отцовские чувства». «Постарайтесь понять меня», смущенно оправдывала Селена, «я никогда не знала своего отца». Руки Скидони опустили «Бедняжка», «Бедняжка», «Наконец промолвил он, «Вы не представляете, какая жестокая правда в ваших словах». «Доселе вы были лишены отцовской заботы и ласки». Лицо Скидони снова помрачнело, и он отошел от нее. Елена была напугана столь разительной сменой чувств, владевших этим человеком. Не будучи в силах добиться от него объяснения, что так встревожило его, она в поисках ответа невольно обратилась к миниатюрному портрету на медальоне, ища в нем сходство с нынешним Скидони. Между ними лежала пропасть прожитых лет. С миниатюры на нее смотрел пригожий молодой мужчина с улыбкой скорее победоносной, чем доброжелательной, и с выражением в глазах, говорящим более о высокомерии, чем о достоинстве. Лицо Скидони, измученное годами, было мрачным и суровым, скрываемые чувства и желания наложили на него неизгладимую печать. Казалось, со времени создания портрета оно более не знало улыбки. Художник, как бы пророчески предвидя это, постарался навсегда запечатлеть на миниатюре эту торжественную улыбку. И хотя несходство Скидони с портретом было слишком велико, одна черта роднила их, надменная гордость во взгляде. Но этого было недостаточное лень, чтобы окончательно убедиться, что перед ней ее отец. В сумятице всех этих чувств она совсем забыла о главном, что так и оставалось для нее загадкой. «Почему и как проник Скидони в ее комнату среди ночи, если, конечно, исключить как причину его предполагаемое отцовство?» теперь, когда она немного успокоилась, а выражение лица Скидони более не казалось ей столь отпугивающим, как прежде, она отважилась наконец задать ему этот вопрос. «Уже далеко заполночь, святой отец, и вам должно быть понятно мое желание узнать истинную причину вашего появления здесь в столь поздний час». Но, как и прежде, Скидони ничего не ответил. «Вы пришли, чтобы предупредить меня об опасности, не так ли?» настаивала Елена. «Вам стали известны недобрые намерения с Палатра? Скажите же мне, святой отец, когда я просила у вас помощи на берегу, вы, должно быть, еще не знали, что моя жизнь в опасности, иначе бы вы... Это так резко прервал ее Скидони. Но не будем снова говорить об этом. Ответ удивила Лену, ведь она впервые задала ему этот вопрос, но, увидев, как снова помрачнило его лицо, она не решилась более настаивать. Воцарилась долгая пауза. Скидони продолжал ходить по комнате, но временами останавливался и пристально, с каким-то отчаянием в глазах вглядывался в лицо Элены. Она же, отказавшись более досаждать ему вопросами, все же робко попросила привести еще какие-нибудь доводы, подтверждающие их родство. К ее удивлению, Скидони охотно откликнулся и, наконец, когда оба они относительно успокоились, он рассказал ей немало подробностей из жизни их семьи, которые во многом подтверждали то, что она узнала от покойной тетушки. Это убедило Элену в том, что монах говорил ей правду. Но факты, которых он касался, все больше относились к тем периодам его жизни, когда он совершил немало ошибок. И Скидони был предельно краток и осторожен в своих рассказах. Его душа по-прежнему жаждала одиночества. Он не готов был к откровениям и поискам доказательств, ибо не сомневался, что Элена его дочь. Поэтому он предпочел от воспоминаний поскорее перейти к действительности. «Элене более нельзя оставаться в этом доме», решительно заявил он. «Она должна немедленно вернуться домой в Неаполь». Высказав ей все это, он вскоре покинул ее. Внизу лестницы его встретил заждавшийся спалатра с плащом в руках, готовый выполнить свою часть работы. «Все сделано», сдавленным голосом прошептал «Я готов, сеньор». И с этими словами он сделал шаг, собираясь подняться в комнату Элены. «Стой, негодяй!» не выдержав, приглушенным голосом воскликнул скидония, словно приходя в себя. «Если ты посмеешь войти в ее комнату, я прикончу тебя на месте». «Как?» «Вам одной жертвы уже мало, сеньор?» в испуге воскликнул спалатра пятись назад. Вид скидоний поверг его в дрожь. Но скидоний, словно тут же забыв о нем, быстро проследовал дальше. Недоумевающему и испуганному спалатра ничего не оставалось, как последовать за ним. «Скажите же, сеньор, что делать дальше?» наконец спросил он, указав на плащ. «Убирайся прочь!» грозно крикнул скидоний. «Оставь меня в покое!» «Вам не хватило смелости, сеньор?» «Тогда позвольте мне сделать это за вас, хотя вы и назвали меня презренным трусом». «Изверк! Да как ты смеешь!» Скидоний, более не владея собой, схватил спалатра за горло, но в это же что сам совсем недавно толкал того на убийство Элены. Отпустив спалатра, он велел ему идти в свою комнату и ждать дальнейших распоряжений. «Завтра», сказал он, еле приходя в себя, «я скажу тебе завтра, что надо делать, а то, что я хотел сделать этой ночью, я передумал. иди к себе». Спалатра, сочтя себя оскорбленным, хотел было возразить, но грозный вид монаха остановил его. Скидоний, войдя в свою комнату, громко захлопнул дверь и дважды повернул ключ, словно этим отсекал от себя такое ничтожество, как спалатра, которому теперь испытывал откровенную неприязнь. Оставшись один, он почувствовал некоторое облегчение, однако вспомнив, как спалатра хвастливо заявил, что он не трус и готов закончить то, что не удалось сделать скидони, не на шутку встревожился, как бы этот негодяй не подкрепил свои слова делом, и бросился вон из комнаты. Предчувствие не обмануло его. Спалатра не ушел к себе, а продолжал стоять в коридоре. Услышав шаги скидони, он обернулся, и в глазах его было ожидание приказаний хозяина. Когда их не последовало, он, наконец, молча скрылся в своей комнате. Стревоженный скидони для пущей верности запер его дверь на ключ, поднялся наверх, какое-то время постоял, прислушиваясь у двери Эляны. В комнате было тихо. Наконец, он вернулся к себе, но не в поисках сна и покоя, а чтобы еще раз пережить все, что произошло с ним в эти короткие мгновения. Терзаясь, стыдясь и поражаясь, он заглядывал в свою душу словно в бездну, на краю которой ему удалось удержаться. Но она продолжала манить его, и он не в силах был отвести от нее глаз. Глава десятая Их путь пролег по тропам бора ужасно водящим, где одиноких путников страшит лесов кивающая тень. Элена, когда Скидони ушел, долго перебирала в памяти подробности того, что он рассказал о ее семье. Невольно сопоставляя их с тем, что слышала от покойной тетушки, она убеждалась, что не находит в них особых противоречий, и все же она слишком мало знала о себе, чтобы понять, почему тетушка умолчала о многом, что успел ей поведать Скидони. От Сеньора Бианки ей было известно, что ее мать вышла замуж за миланского аристократа из графского рода Маринелла. Брак был несчастливым, и Элена в младенчестве, еще при жизни матери, была отдана на воспитание своей бабушке, Сеньоре Бианке, единственной сестре графини Маринелла. Сама Элена не помнила, как это произошло, не осталось у нее воспоминаний и о матери. Любовь и ласка, которые окружила ее тетушка, стерли из памяти все печали и утраты раннего детства. Элена вспомнила, как, случайно, найдя в ящике комода тетушкин медальон, впервые узнала имя своего отца. На ее расспросы, почему его имя держат ото всех в тайне, тетушка тогда объяснила его недостойным поступком, навлекшим позорно семью. Ничего, кроме того, что ее отец давно умер, тетушка более не сообщила ей. О медальоне же сказала, что нашла его в вещах матери Элены после ее смерти. Она собиралась передать его Элене и поведать обо всем, как только придет время и ей можно будет передать семейную тайну. Это все, что сочла нужным передать ей тетушка. Правда, умирая, она мучительно пыталась ей что-то сказать, но не успела. И хотя почти все, кроме слухов о смерти отца, в рассказах монаха о покойной тетушке совпадало, Элена не могла избавиться от сомнений. Скидуни, однако, ничуть не расстроила, что девушка считает своего отца умершим, однако, когда Элена спросила его, жива ли ее мать, монах снова пришел в неописуемое волнение. Элене невольно вспомнились скупые слова тетушки о несмываемом позоре, легшем темным пятном на имя отца. Понемногу успокаиваясь и приходя в себя, она снова и снова возвращалась к тревожащей ее мысли, почему Скидуни появился в ее комнате глубокой ночью, когда она уже спала. Эта мысль напомнила ей об их внезапной встрече на берегу, когда она заподозрила в нем подручного ненавистной маркизы. Теперь она гнала от себя эти подозрения, ибо ей хотелось верить, что Скидони, согласившись выполнить волю маркизы и разлучить Винченца с его возлюбленной, не подозревал, что речь идет об Элене, его дочери. Здесь же, узнав от ее похитителей или же от Спалатра, обстоятельства ее похищения, а затем увидев ее, он стал мучиться догадками, и чтобы проверить их, решился навестить ее в столь поздний час. Так, утешая себя подобными предположениями, она вдруг заметила на полу видневшийся из-под края полога кинжал. Подняв его, она с ужасом осматривала зловещие орудия убийства и страшные подозрения об истинной цели визита Скидоне более уже не вызывали у нее сомнений. Но так длилось лишь мгновение, подозрения были слишком ужасны, и бедняжка снова была готова поверить, что убийство замышлял разбойник Спалатра, а монах ее спас. Проведав о злых кознях Спалатра, он поспешил к ней на помощь, и тут неожиданно узнал, что спас от смерти собственную дочь. При этой мысли слезы благодарности выступили на глазах измученной Элены, и сердце вдруг забилось ровно и спокойно. Скидоний, тем временем запершись у себя, предавался иного рода раздумьям, однако не менее мучительным. Преследуя Элену по злому наущению Маркизе, он, оказывается, преследовал собственное дитя, и этим готовил тяжкие страдания не только невинному созданию, но и себе. Каждый шаг, который, казалось, должен был приблизить его к исполнению заветных желаний, был губителен для него самого. Пытаясь предотвратить брак Винченца Дививальди с Эленой в угоду Маркизе, он посягал на собственную судьбу. Родство с известнейшим семейством Дививальди могло быть лишь пределом его возможных мечтаний и не шло ни в какое сравнение с его жалкими попытками добиться с помощью Маркизы какого-то сана. Таким образом, все преступления волею судьбы обращались против него. Скидони прекрасно понимал, какие непреодолимые трудности ждут молодых людей, прежде чем они смогут сочетаться браком. Но теперь он готов был помогать им с тем же рвиньем, с каким прежде мешал им. Необходимо, разумеется, добиться согласия Маркизе, от которой многое зависело, ибо если брак будет заключен без ее согласия, Скидони едва ли может рассчитывать на дальнейшую благосклонность Маркизы. Он почему-то был уверен, что ему удастся склонить Маркизу дать свое согласие на брак, хотя для этого потребуется время. Чтобы не откладывать бракосочетания, он, пожалуй, даже был готов пренебречь чувствами Маркизы. Если Маркиза проявит упрямство, он сам соединит руки молодых, а ей недвусмысленно даст понять, что слишком много ее мрачных секретов ему известно. Пожалуй, теперь ему казалось, что согласие Маркизы не так уж важно. Первым шагом в осуществлении его планов должно быть освобождение Винченца из рук Инквизиции, в казематы которой он сам его заточил. Он знал, что неявка на суд Инквизиции лица выдвинувшего обвинения даст подследственному право требовать своего освобождения. Кроме того, Скидо не надеялся, что может похлопотать об освобождении Винченца, если обратиться к одному влиятельному лицу в Неаполе, имеющему связи с римским Верховным судом Инквизиции. Сколь ненадежны были эти упования, время вскоре покажет Скидоне. Теперь же, строя планы, как добиться свободы для молодого Дививальди, он беспокоился прежде всего о самом себе. Он со страхом думал, что тот, оказавшись на свободе, немедленно начнет поиски Элены, и тогда все откроется. К этому времени он должен надежно спрятать Элену, по крайней мере, на несколько недель. Пытки Инквизиции и заточения должны на какое-то время притупить чувства Винченца к Элене, и он не сразу начнет ее разыскивать. Скидони не забыл оскорблении нанесенных ему юношей в церкви Святого Духа, и это тоже играло немалую роль в том, что он не спешил благоприятствовать скорейшей его встрече с Эленой. К тому же ему нужно было время, он собирался все устроить так, чтобы еще больше обязать Маркизу и заставить ее считать Скидони спасителем ее сына от рук Инквизиции, а не лицом повинном в лживом и коварном доносе. Для того, чтобы отдать Винченца в руки Инквизиции, Скидони достаточно было написать анонимный донос и точно указать место пребывания обвиняемого, что он и сделал. А теперь, не явившись на суд, он даст шанс Свинченца быть отпущенным. А если он еще похлопочет о нем в Неаполе, то у Маркиза и самого Винченца не будет никаких оснований считать его причастным к тому, что постигло юношу. В успехе своего плана он отводил немалую роль помощи видного лица из Неаполя, с которым имел возможность уже встречаться. Именно в одну из таких встреч ему удалось познакомиться с официальным текстом ордера на арест тех, кого подозревали в ересе. Обладая отличной памятью, он запомнил текст дословно. В сущности, тогда-то и родился план наиболее быстрого и легкого устранения Винченца на продолжительное время. Скидони сам сочинил приказ об его аресте, произведшее такое сильное впечатление на старого священника, доселе никогда не видевшего документа инквизиции. План удался. Винченца был арестован и передан в руки инквизиции. Элена похищена и увезена на глухое побережье Адриатики. Теперь же его хитроумный план грозил повернуться против него самого и требовал от него новых решительных действий. Первой его заботой было отвезти Элену в Неаполь. Не собираясь никому, кроме Элены, открывать сейчас тайну своего отцовства, он, однако, не мог сопровождать Элену в одежде монаха и не решался поручить это кому-либо другому. Время торопило его, и он не мог более оставаться здесь, так же, как и Элена. Скидоний с тревогой смотрел на брежущий рассвет в окне. Наконец, решение было принято. Он сам будет сопровождать Элену через густые леса предгорей и в первом же городке сменит монашескую рясу на платье горожанина, а затем благополучно доставит Элену в Неаполь или же в один из монастырей в его окрестностях. Приняв это решение, он, однако, не успокоился и не пожелал отдохнуть. Его нечистая совесть не давала ему покоя. Теперь его мучила мысль, что Элена могла догадаться об истинной цели его ночного визита. Он мысленно перебирал варианты того, что скажет ей, если его опасения оправдаются и как убедит ее в своих добрых намерениях. Близился час назначенного отъезда, а он все еще не решился, как объяснить все Элене. Однако он уже дал с палатра распоряжение достать в рыбачьем поселке лошадей и договориться с проводником. После этого он, наконец, поднялся к Элене. Этот визит стоил ему усилий. Каждый шаг по коридору или лестнице напоминал ему об ужасной ночи. Но когда он наконец снял дрожащей рукой засов, открыл дверь и вошел в ее комнату, лицо его было строгим и спокойным. Лишь голос мог выдать его волнение. Элена встретила его, как ему показалось, настороженно, но ее улыбка успокоила его, хотя и была всего лишь мимолетной, как слабый лучик, и тут же сменилась сосредоточенным вниманием в ее глазах. Приближаясь к ней, он протянул руку, но тут его взгляд роковым образом упал на кинжал на краю матраса, и рука застыла в воздухе. лицо его переменилось. Проследив его взгляд, Элена все поняла и сама пошла ему навстречу. «Да, кинжал!» понимающего скликнула она. «Я нашла его этой ночью в моей комнате». «О, отец!» «Кинжал?» сделанным удивлением спросил Скидони. «Смотрите!» промолвила взволнованная девушка, взяв кинжал в руку и протянуя ему его. «Может, вы знаете, чей он и кто его принес?» «Что вы хотите сказать?» выдал свое волнение Скидони. «Зачем он здесь?» печально спросила Элена, заглядывая ему в глаза. Скидони не знал, что ей ответить и неловко попытался взять в нее кинжал. «Вы должны знать, отец, зачем он здесь?» продолжала Элена. «Пока я спала...» «Дайте мне этот кинжал», наконец перебил ее Скидони дрожащим голосом. «Да, мой отец, я отдам его вам в знак моей благодарности», ответила девушка, подняв на него глаза полные слез. «Увидев его напряженное испуганное лицо, она снова ласково улыбнулась. Разве вы не примете его от дочери, которую спасли от рук убийцы?» Лицо Скидони потемнело. Взяв из ее рук кинжал, он с яростью швырнул его в дальний угол. Его гнев испугал Элену. «Не надо скрывать правду от меня», тихо промолвила она и расплакалась. «Я всем обязана, вашей доброте, я все знаю». Последние слова вывели Скидони из оцепенения, по лицу его пробежала судорога, глаза сверкнули. «Что знаете?» произнес он сдавленным голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Я знаю, что обязана вам своей жизнью, отец», поспешно успокоила его Элена, напуганная его странным поведением. «Вчера ночью, когда я спала, убийца проник в мою комнату. Этот кинжал был в его руках, но вы...» Приглушенный стон, вырвавшийся из груди монаха, остановила Элену. Она с испугом смотрела на его искаженное лицо и закатившиеся глаза, но решив, что его охватил праведный гнев против убийцы, взволнованно продолжала. «Почему вы скрываете от меня, что мне грозит опасность? Ведь вы спасли меня. Не лишайте меня счастья пролить слезы благодарности на вашей груди, отец. Пока я спала, убийца собирался нанести свой роковой удар, но ваше появление спасло меня. О, я никогда этого не забуду». И Элена опустилась перед ним на колени. Лицо Скидони снова изменилось, и на смену гневу пришли волнение и растерянность. «Не говорите более об этом», дрожащим голосом произнес он и помог Элени подняться. Однако он не обнял ее, как она ожидала, а тут же отошел и беспокойно заходил по комнате. Это удивило Элену, но она снова все объяснила пережитым страхом отца за жизнь своей дочери. Скидония, для которого благодарность Элены была подобна удару кинжала, не в силах был справиться с тем, что творилось в его душе и, казалось, совсем забыл об Элени. Лишь ее голос снова вернул его к действительности. Она пыталась успокоить его, говорила, что он должен радоваться, ведь она осталась жива и не мучить себя уже минувшими страхами и гневом. Ее слова как будто успокоили его, и он, попросив ее готовиться к отъезду, вскоре покинул ее комнату. Скидония действительно не терпелось поскорее оставить позади это проклятое место и поскорее позабыть, что здесь произошло. Но мысль о том, что он должен будет выслушать слова благодарности Элены, была ему невыносима. Порой мелькала мысль, что было бы лучше уже сейчас во всем сознаться, но страх и благоразумие удерживали его. Вернулся с Палатра, доставший лошадей, но без проводника. Никто из жителей побережья не решился опускаться в такой дальний трудный путь через дремучие леса. С Палатра ничего не оставалось, как предложить свои услуги. Скидония, как он не хотел поскорее избавиться от этого бандита, тем не менее пришлось согласиться, хотя прежнего доверия к напарнику у него уже не было. Однако он решил на всякий случай иметь при себе оружие и позаботиться о том, чтобы у Спалатра его не было. В любом случае, утешал он себя, в силе и ловкости он превосходит этого жалкого негодяя. Когда все было готово к отъезду, Скидония пригласила Лену разделить с ним завтрак. Обрадованная его спокойным видом, девушка с благодарностью приняла приглашение. Во дворе их уже ждали, и, увидев возле них Спалатра, Элена в испуге схватила монаха за руку. «Вид этого человека наводит на меня ужас», прошептала она. «Когда он здесь, я не чувствую себя в безопасности даже в вашем присутствии, отец». Скидония промолчал. Но когда Элена повторила свои опасения, он подтолкнул ее вперед и тихо шепнул. «Вам нечего бояться его. Надо спешить, время не ждет». «Разве он не убийца, от которого вы спасли меня, отец?» в недоумении воскликнула Элена. «Вы щадите меня, и поэтому не хотите сказать правду?» «Что из того?» как-то неопределенно ответил Скидония и велел Спалатра подвести лошадей. Вскоре они тронулись в путь, и ужасный дом на суровом берегу остался позади. Элена не раз бросала прощальные взгляды на серые стены и башни этого негостеприимного жилища, испытывая смесь страха, облегчения и даже благодарности. Присутствие Спалатра омрачала радость отъезда, и беспокойный взгляд Элены не раз вопрошающе останавливался на лице Скидони, но тот избегал любых разговоров о человеке, вид которого тоже не радовал его. Он твердо решил при первой же возможности избавиться от Спалатра. Элена старалась держаться поближе к Скидони, и хотя не получила от него ответа на свои молчаливые вопросы, тем не менее постепенно успокоилась, решив, что если он взял в проводники Спалатра, то, следовательно, доверяет ему. Однако, чем больше она смотрела на угрюмое и недоброе лицо этого человека, тем больше проникалась к нему недоверием. Скидони был молчалив и задумчив, молчал из Спалатра. Не зная планов монаха, он решил быть на чеку и блюсти свои интересы прежде всего, а в случае чего свести свои счеты со Скидони. Среди мыслей, осаждавших Скидони, была одна немало тревожившая его, удастся ли ему в Неаполе устроить Элену, не раскрывая тайну своего отцовства. Он менее всего хотел сделать это в спешке, не подготовившись, отлично зная тех людей, от которых впоследствии может зависеть его дальнейшая судьба. Лицо его то и дело темнело и меняло выражение, и обеспокоенной Елене, не без тревоги следившей за ним, он снова казался чужим и так испугавшим ее монахом, который неожиданно возник перед ней на пустынном берегу. Аскедони уже думал о том, как поведет себя Маркиза в столь резко изменившихся обстоятельствах и удастся ли ему уговорить ее быть благосклонной к Элене, ведь до ее замужества бедной девушке следует скрывать свое происхождение. Удастся ли это сделать? При всех условиях он должен сообщить Маркизе, что, по его сведениям, Элена происходит из знатной семьи и во всех отношениях достойно быть женой Винченце Дививальди. Монах одинаково ждал и страшился встречи с Маркизой. Он содрогался при мысли, что должен снова увидеться с женщиной, которая побудила его посягнуть на жизнь собственной дочери. Он боялся разговоров с ней и того, что последует, когда она узнает, что он не выполнил ее волю, и Элена жива. Ее упреком он даже не сможет противопоставить праведный гнев отца, внезапно узнавшего, что жертвой жестокого преступления могла оказаться его собственная дочь. Он вынужден будет смиренно и покорно принять все, что она скажет, и это будет не менее трудно, чем выслушивать благодарности Элены. Выдержит ли он это? Холодный, хитрый политик, Скидони на этот раз, чтобы избежать этого унижения, готов был помочь молодым людям обвенчаться тайно, без согласия Маркизы. Его гордость никогда еще не подвергалась такому испытанию, и никогда еще он не готовил себя столь сознательно к необходимости неизбежного уничижения. Путники ехали молча, и это дало Элене возможность полностью предаться воспоминаниям о ее возлюбленном. Она с тревогой думала теперь о том, как скажутся на их отношениях последние перемены в ее жизни. Скидони она полагала не будет возражать против ее брака с Винченцем, хотя возможно не согласится, чтобы они венчались тайно. Мысль о том, что теперь у семейства Вивальди не будет оснований упрекнуть ее в низком происхождении, вселяла надежду и успокаивала. Полагая, что Скидони знает что-то о судьбе Винченца, она не раз порывалась спросить его, но не решалась. Зная она, что ее возлюбленная в казематах инквизиции, она не была бы столь деликатна. Но бедная девушка продолжала верить, что, разлучив их в церкви, Винченца непременно увезут куда-нибудь в далекое фамильное поместье. Но когда Скидони сам вдруг упомянул о молодом Вивальде, Елена задала ему мучивший ее вопрос. Что случилось с Винченцем? Да, мне известно о вашей привязанности, уклончиво ответил монах, и мне хотелось бы знать об этом больше. Как вы познакомились? Елена смутилась от неожиданности и вместо того, чтобы ответить, повторила свой вопрос. Где впервые вы увидели друг друга? Продолжал настаивать на своих вопросах Скидони. Елене ничего не оставалось, как рассказать о своей встрече с Винченцем в церкви Сан-Лоранце. От дальнейших расспросов, к счастью, спас Спалатра, громко сообщивший, что они подъезжают к первому на их пути городку. Элена сквозь поредевшие деревья увидела крыши домов, услышала лай собак. Вскоре они въехали в небольшой затерявшийся в лесах городок, поразивший их своей бедностью. Он явно не располагал к длительному отдыху, но тем не менее они должны были дать отдых себе и лошадям. Спалатра прямо направился к одному из убогих домишек, оказавшемуся постоялым двором, где их могло ждать некое подобие обеда. Внутри он был еще более грязным и убогим, так что Скидони предпочел перекусить за столиком под деревьями. Как только хозяин, принеся еду, удалился, Спалатра был отправлен разузнать о почтовых лошадях и купить Скидони светскую одежду, и они остались одни. Скидони снова погрузился в мрачное молчание. Элена со страхом и недоумением бросала на него взгляды, не понимая, что с ним происходит. Наконец, после затянувшейся паузы, он вдруг снова возобновил свои расспросы. Не смея возразить ему, Элена начала свой рассказ, постаравшись сделать его как можно более кратким. Скидони слушал ее, не перебивая. Каким бы желанным ни казался ему брак этих двух юных существ, он все же не высказал своего немедленного одобрения, поскольку знал, где находится сейчас Винченца. Элене же его молчание показалось обнадеживающим, и, уверенная в его понимании, она более не страшась, спросила, кто повинен в аресте Винченца и где он сейчас. Коварный монах предпочел, однако, утаить правду и сделал вид, что ничего не знает о том, что произошло в церкви бенедиктинцев Челана. Он всего лишь высказал предположение, что маркиза, вознамеревшись их разлучить, решила заточить не только Элену, но и своего сына. А вы, святой отец, воскликнула недоумевающая Лена, что привело вас в этот дом на побережье, ставший моей темницей? «Вы знали о замыслах маркизы? Какой случай привел вас сюда, когда мне грозила опасность, чтобы спасти меня?» «Знал ли я о замыслах маркизы?» рассердился Скидони. «Неужели вы полагаете, что я ее сообщник, что помогал ей в этом ужасном деле?» Тот, неожиданно растерявшись, монах умолк. «Вы сказали, что она решила всего лишь заточить меня?» заметила совсем обескураженная его странным поведением Элена. «Разве это не жестоко?» «Ну, увы, отец, я знаю, она готовила мне куда более страшное наказание, и у вас были основания подозревать это. Зачем же вы убеждаете меня в том, что она собиралась лишь заточить меня?» «Разве не беспокойство обо мне привело вас сюда?» «Не поэтому вы считаете, что я был осведомлен о планах Маркизы?» «Повторяю, я не являюсь поверенным в ее тайнах. Мог ли я знать, что она замышляет нечто большее, чем заточение?» «А разве вы не спасли меня от рук убийцы?» мягко спросила девушка. «Не вы ли вырвали у него занесенные надо мной кинжал?» «Я все забыл, забыл», пролепетал в конец растерявшийся монах. «О, благородные люди всегда забывают о том добре, которое совершают», с облегчением вздохнула Елена, успокаивая его. «Но поверьте, святой отец, благородные сердца все помнят». «Хватит благодарности и прошу», нетерпеливо прервал ее Скидони. «Пусть отныне благодарностью будет молчание». Он быстро поднялся и ушел к хозяину, появившемуся в дверях. Скидони решил немедленно избавиться от спалатра и поэтому попросил хозяина постоялого двора посоветовать ему, как найти проводника. Им предстояло проделать долгий путь через леса. Здесь, пожалуй, каждый согласился бы быть проводником, но хозяин особенно советовал своего соседа, с которым обещал поговорить. Тем временем вернулся мало преуспевший с палатра. Ему не удалось достать подходящее платье для Скидони и тому предстояло продолжить путь в сутане монаха до следующего городка. Пока это мало тревожило Скидони. В этой глуши ему ничего не грозило. Вскоре хозяин вернулся со своим соседом. Побеседовав с ним, Скидони нанял его и велел с палатра возвращаться назад. Тот был явно недоволен и затаил еще большую неприязнь. Но Скидони даже не заметил этого. Так он был рад освободиться от него. Однако от Элены, когда с палатра проходил мимо, не ускользнуло злобное выражение его лица. Она была рада, что больше не увидит этого приводящего ее в такой ужас. Было уже заполдень, когда они снова тронулись в путь. Скидони рассчитывал, что они засветло достигнут соседнего городка, где и заночуют. Теперь их путь лежал через места не столь дикие, как прежде. Горы раступились, леса поредели, встречались обширные поляны и голубые просторы неба. Под тенью платанов, дуба и ореха блестели горные ручьи. Сменившиеся картины природы веселили душу Элены. Мрачный скидони ничего не замечал, он был по-прежнему молчалив, иногда лишь обращался с каким-нибудь вопросом к проводнику, чьи словоохотливые ответы раздражали его. Проводник действительно оказался говорлив и добродушен, все время рассказывал всякие страшные истории об этих лесах, которые случались спутниками, отважившимися ездить здесь без проводников. Скидони, казалось, не слушал его, а вот на Элену, хотя и мало верившую в них, эти истории произвели впечатление. Она невольно пугалась, когда густел лес, исчезали лужайки и внезапно в чаще начинали особенно сильно шуметь от ветра верхушки деревьев. Однажды оглянувшись, ей показалось, что она увидела фигуру следующего за ними человека, и она тут же окликнула скидони. Они остановили лошадей. Человек приближался медленно, часто останавливаясь, а потом вдруг исчез. Элени показалось, что это был Спалатра. Какое недоброе дело заставило его бродить в этих зарослях, вместо того, чтобы вернуться домой, подумала она. Неужели он решил один напасть на двух вооруженных людей, ибо проводник тоже имел при себе оружие? А может Спалатра здесь не один? Она решила поделиться своими опасениями со скидони. Вам напоминает Спалатра? Спросила она. Тот же рост? Хорошо, что вы вооружены. Я не заметил сходства со Спалатра, ответил в скидони, посмотрев назад. Но даже если это он бояться не следует. Он уже исчез. Тем хуже, сеньор, заметил проводник. Если он что-то задумал, то может, пробравшись по скалам через кустарник, напасть на нас в другом месте, где мы меньше всего будем его ждать. А еще хуже, если он знает дорогу через дубовую рощу слева от нас. Там есть выход на эту дорогу сразу за утесом. «Не говори так громко», одернул проводника Скидони, «если не собираешься подсказывать ему, где какая дорога». И хотя Скидони сказал это без всякой злой мысли, проводник начал оправдываться. «Пусть только попробует напасть», наконец заявил он и вдруг сделал выстрел из своего ружья. Гулкое эхо огласило лес. Готовность проводника загладить свою оплошность произвела совсем не тот Скидони подозрительно окинул взглядом фигуру крестьянина и заметил, что, сделав выстрел, тот не перезарядил ружье. «Поскольку ты дал разбойнику достаточно ориентиров, где искать нас, неплохо было бы подготовиться к его встрече, как ты считаешь? Заряди снова свое ружье. Я тоже вооружен и неплохо». Пока проводник неохотно выполнял приказ, Элена с опаской поглядывала назад, но на дороге было пусто и ничего не нарушало тишину леса. Когда ее вдруг встревожил шорох в кустах, она тут же убедилась, что это вспугнутые выстрелом птицы, вновь вернувшиеся к своим гнездам. Казалось, Скидони забыл о своих подозрениях и снова погрузился в раздумья. Он опять думал о своей встрече с Маркизой. Уже спускались сумерки, когда путники увидели очертание городка, прилепившегося над обрывом. Внизу шумел горный поток, перекинутый через него мост привел их прямо к гостинице, где им предстояло переночевать. Здесь все страхи оставили Элену, хотя она теперь не сомневалась, что видела с палатра. Поскольку этот городок был намного больше, скидо нелегко удалось приобрести себе нужную одежду, а Элена сменила монашескую вуаль на обычную, которую носят все горожанки. Однако, помня, что темную вуаль монахини дала ей сестра Оливия, она сохранила ее как дорогую реликвию. От городка до Неаполя оставалось еще несколько дней дороги, но самая опасная ее часть через леса была уже позади. Скидони собирался уже расстаться с проводником, но хозяин гостиницы отсоветовал ему, ибо дорога проходила по открытой и довольно пустынной местности, где всякое могло случиться. Недоверие Скидони к проводнику было случайным, и он решил не отказываться от его услуг еще какое-то время. У Елены однако были свои сомнения. Она видела, с каким недовольным видом он перезаряжал ружье, выполняя приказ Скидони. Она не могла избавиться от мысли, что человек в лесу был с палатра, и тут же заподозрила, что он в сговоре с крестьянином проводником. Встревоженная этим, Элена решила поделиться своими сомнениями с монахом, но тот отмахнулся от нее, заметив, что свою честность проводник уже доказал, ибо наиболее трудную часть пути они проделали в относительной безопасности. Вчерашний случай тому подтверждение. Его разумные слова успокоили Элену, и новый день их путешествия начался для нее с более радужных надежд. отмахнулся с лавиатом отмахнулся отмахнулся